Девушки отдыхают 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 Это не то, что это описание? служат здесь, в их епархии. Так отец Григорий-то погибший. Погибший, да, который христианин голову отрезал. Это тоже в моем доме он обратился. Это бывший племянник Сусова, главный идеолога страны. Это мои ученики. В моем доме обратились эти люди. Я видел, как действие через вас. Видите, как я сказал, я 50 лет свидетельствую о Боге, миссионер, и с католиками ни разу нигде не спорил о нисхождении Духа Святого. Почему? Тема закрыта. Потому что святые половина так понимали, половина так. О чем мы будем говорить? Я никогда не касаюсь вопросов запредельно высоких. Я конкретно работаю с человеком. Вот он не знает Христа, вот он не знает. Сегодня у нас преображение. Спасибо, что вы самых близких, как они, как вы общаетесь к Богу. Через вас пригодят к Богу. Растут духовные. Очень красивые братцы, священные, племянники помогают вам в этом деле. Да, это мой сын. Это ваш сын. Да, это применение за сын. У меня четыре. Сколько у тебя это? Четыре. Четыре сына. Четыре сына и дочка посередине. Два, один, два. Да, очень красиво. Очень красиво. Так мы будем помнить вас, молитва. Тоже обещаю молиться за вас, вы молитесь за нас, пожалуйста. Хорошо? Что Бог сохранил от покушения, всяких злостных, таких несправедливых обвинений. Всегда это бывает. Мы уже привыкли к этому. Ну да, мы знаем, куда мы пошли. Наш учитель шел таким путем. Да, да. Поэтому он нам это обещал. Хорошо, очень приятно. Вам успехов Божьего благословения. Спасибо, Христос. Мы так рады, что познакомились. Я тоже очень рад. У нас был там Роман Сава, я знакомый, его отправили в Канаду. У вас высокий уровень образования, я всегда подчеркиваю. Ну, все так еще. Есть специальные университеты, вот там в Польше, например, какие-то католические, там уже специальные, которые там области есть. Еще и специальности такие дают, вот как Альберт Шверцер поехал обязательно, чтобы там знал медицину и прочее. Нам необходимо хорошим друг другом поделиться, говорит. Как один говорит, два яблока у тебя у меня, мы поделились по одному яблоку. У тебя идея у меня. Поделись, у каждого две идеи. Да, да, да. Вот как? Это тем более, что есть чем делиться. У нас уже наработаны вещи. Ну, слава Божию. Хорошо. Очень приятно было все дождами. Когда все зайдут, забегут наши ребята уже, вы знаете. Хорошо. Это не противники ваши. Это однозначно. Очень приятно. Вот. Хорошо, что такие люди встречаются. Бог дал нам жизни и позволил в этой жизни нашим путем перекреститься. Как у Бога замысел, какой мы еще не знаем. Мы только знаем, что нам было хорошо, когда мы встречались. Да, очень приятно. Очень приятно. До свидания. Вам всего доброго. До свидания. И Бог благоспоминит. Всего доброго. Они думают, что мы как-то скроем по такими основам. И на самом деле будем давать что-то христианское. Там ничего нет. Так ничего нет. Это же слово. Культура православной. Такого словосочесчитания даже и святые отцы не знали. Не говорю уже о Библии. Это обман. Должно быть прямо названо свидетельство Евангелия, вера евангельская, Христова, православная. Все. Вот это может быть. Закон Божий может быть названием. А это нет. Я посчитал, сколько там вот этих разных экибоков, намеков. Это людям ничего не дает. Они со Христом не встречаются. Бога эти люди не знают. На пятерку будут отвечать в учителя. Совершенно атеисты преподают. Это наоборот. Просто принижают. Слово Божие – это меч обоидовострый. Слово Божие – меч обоидовострый. И устраивать из него это балаганные какие-то зрелища. Почему Кураев это написал? Ответ только один. Нерожденный свыше человек по-другому не может. Ответ один. Я уже давно ответил. Рожденный свыше человек на такие лукавства никогда не пойдет. Слово Божие живо и действенно. Слово Божие. И оно проникает до разделения души и духа составов и мозгов. И судит помышление, намерение, сердечное. Основы – это ничего не судят. Какие это основы? Когда разрушено основание. А что в основание входит? А Павел говорит в 15.1, в первом послании Коринфянам. Я положил основание. Основы. Какое? В Иисуса Христа веру, воскресение из мертвых. Христос воскрес по Писанию. Вот основы где. А здесь нет ознакомить, как это было, как что есть, с историей вместе. А в школах хотят одновременно преподавать и буддизм, и мусульманство. То есть такой линии игры – это слушать нечего. И притом к Богу никого это не приводит. А наоборот у них отвращение, как перед революцией было. Все, заканчивали, учили. Из бурсы такие атеисты, как Пикояна Сталина. К этому времени он, вот, на Игнатия ответил, в общем-то. Но я не могу сказать, что Караев нерожденный. Он понимает сам, что… Вы услышали? Да. У меня в книгах написано. Скажите, а Гриф Караев, кто обратился к Богу? Обращение в какое было? Не знаю. А я знаю. Он же идёт… Я знаю из его книг. Он пришёл с экскурсии, как комсомолец Сергия Радонежского, там, Лавра. Вот она называлась, она Загорская Лавра. Вот. И он, когда выходил из храма, обернулся и вдруг увидел семинариста. Его глаза поразили его. И он дальше начал. Глаза посмотрели. Да где-то это видел. Перерождение в человеке бывает только от встречи со Христом в Духе Святом. Другого не бывает. Всё остальное – фальш, обман, самообман. И человек может прожить всю жизнь и даже не понимать, что Духа Христова не имеет. Дух Христов дышит где свобода. У него столько лукавства, умный человек, у него столько хорошего, но столько лукавства. Вот если в словах не говорит. Я еду, когда меня спрашивают. А вы как относитесь к Андрею Кураеву? К какому человеку, бывшему референту, патриарху? Замечательно. Но когда он отвечает, я на каждом слове его ловлю. Почти. Вот это Гарри Поттер выступает. Нужно это объяснять кому-то. До этого поехал по России матрису объяснять. Ну где-то апостол Павел ездил, но я объяснял, что такое Венера, что такое Родосский какой-то колос. Нам нужно знать Христа, больше нам ничего не надо. Если всё знаешь, Христа не знаешь, не было встречи, ты в аду будешь. Люди говорят, а кто знает, как Бог будет судить? Я знаю. Ты не знаешь, ко мне обратись. Я знаю, как суд будет Божий проходить. О, много на себя берёте, мне говорят. Много? Немного. 12.48 в Ангелии от Иоанна. Я вас не сужу, говорит Христос. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Абсолютно точно. По слову Божию Бог будет судить. А там никаких основ, культуры нет. Это обман. Там будет Слово Божие, Святое Евангелие. И по Нему Бог будет судить Вселенную. И перед Ним преклонятся все колена. Если там был Дух Святой, это своё притяжение будет. Если Духа Святого не было, чужое. Главное определить всего будет, стяжал ли ты Духа Святого. Вот почему слова Серафима Старовского я возложу просто в эпиграф ко всему, что в России было сказано. Где Дух Господний, там свобода. Если всё время в приглядку глядеть, а это нравится, а это не нравится, Дух Божий покидает человека. Я показал вам. Бог не может так, тут это моё я, тут я боюсь епископа, ладно, я обойду. Дух Божий не имеет отношения только с полным смирением, всем умом, всем сердцем. Иначе путь закрыт. Свидетельства нет. Слова мёртвые, они не приправлены солью. Почему сегодня нет пороческого гласа? Да причина очень простая. Господь говорит, возлюбили сей век. Славу друг от друга принимайте. Он говорит, как вы можете веровать? Запятая. Да как, мы же верим. Он говорит, как вы можете веровать? А ответ дальше. Когда принимаете славу друг от друга, от единого Бога не ищете. Батюшке нравится, когда подходят, батюшка благословит и прочее. Ну, понравится. Им нравится, когда батюшка Бог благословит. И расстались. Какой батюшка? Головку поцеловал там и прочее. Но от единого Бога славу, когда считаем, вовсе рассеялись. Пастыря нет. Ты начни по слову Божию говорить, ты будешь трясись от страха. Я всё считаю по футе Боровского. И к нему шёл князь Пётр наиспоть. Князь на щель земле стоял монастырь. И он говорит, колени подгибались от страха. Это какая же была такая исповедь? Что колени от страха подгибались у князя. Ну и строк же был, говорит, ну и справедлив. А сегодня он, ну, ребёнка просто перечислил. Да я потому такая, это вот он виноват. Они приходят наиспоть ещё и с обвинением кого-то. Исповедоваться, это не просто грехи перечислить. Это внутреннее сокрушение привело тебя к тому, что ты возненавидел. А если этого нет, подожди немножко. Пусть это переродится в иное. Сердце сокрушенное и смиренно, ты не трезвий Божий. Мы в 50-м салум считаем. Сегодня этого нет. Нет практически везде. Вот представьте, выступает патриарх Алексеев II на Эперхальном московском собрании. Патриарх! Проходит полтора года, он говорит, прошло полтора года, как я говорил, о полном погружении-то, и о катехизации. И как будто меня не слышали 98% священников. 98% это же много. Это же много 98-то. И они не слышали. Указ за указом. Вот сейчас катехизация. Сколько катехизации? Ну у нас принято это две беседы. Какие беседы? Да я пришел. А беседа когда будет? Вот это и было. А это беседа? Да какая же это беседа? Вот у нас беседа 450 академических часов. Три года. Из этих три года еще половина отвалится. Это естественно, понятно. Не половина, а 99%. А? 99%. Да. Андрей. А у меня вопрос можно? Погромче. Да не я погромче. Вы же наверно слышали о системе оглашения в Москве от Сагеоргия общины? Да. Кочеткова. Кочеткова. Ну, о Кочеткове что говорится? Может быть одна такая община на страну. Сколько? У Кочеткова труд. И какие-то от Боркина, перед ним просто никто, мошкара. Когда он нападает, у меня на сайте, там есть Кочетков. Не на сайте, а на форуме. Зайдите. Я там выставляю, что он говорит, как идет крещение. Он работает, у него община. А у Боркина ничего нет. У него ничего нет. То есть совершенно. Двойное гражданство там, здесь. Ну, только нападать может говорить. А патриарху написал. Все злобу без Боркина хватит. А вы начнете работать с каждой отдельной душой. И вы увидите, что из этого получится. Вся наш друг станет во врага. Здесь Кочетков может быть молодец, но мы столкнулись с такой вещью. Ты звонила. А сейчас я Кочетков. А Кочетков, да. Его катехизис. Я говорю только о работе, не о катехизисе. Нет, я про катехизис говорю. Я говорю о том, чему они учат людей. Так я бы учить не стал так учат. Да. То есть учат чему? Бесы это не... Это не разумные существа. Не разумные? Нет, не... Сейчас скажу. Ну, то есть это не персоны. Это персоны, да. Значит, у них это четко, что это персонифицированное зло. Вот Олег Толстой говорил. Это Толстой вообще. Все вот. Ну, я не об этом говорю. Все это вот в этом... Мы вот столкнулись же с этим. Они нынче приезжали ко мне. Они приезжают, да. Хорошие ребята. Работают, работают. Очень сильно работают на себя. Вот. В ведро. В ведро. То есть это... Я с Дворкиным, батюшка, только с Дворкиным сравниваю. Ни с чем больше. Там сравнивать даже не приходится. У Георгия Хочеткова это труд. Нет, в плане того, как они катехизируют, да. Тут и у нас нет сомнений, что они делают это профессионально, грамотно. Они умеют и они работают по-настоящему. Ну, они приехали ко мне, когда я стал говорить, как одеты. У нас так не принято. Так мы еще одели там, ну там, брюки то, видимо, сменили. Ради того, что к вам приходим. Целая группа явились где-то. А если такие широкие врата открыты, как по нашим нормам, то у них ни одного, может быть, нету. Ни один не пройдет. Мы сразу говорим, а бритые, борные, там у нас ни один не зайдет. Он не будет даже внутри храма. Он в приходе будет стоять. У него пославление, обмерщение, экуменизм просто огромный. Но он работник. Он работает. По-настоящему работает. И с ним, ну, я давно-давно-давно не встречался. И поэтому, если спрашивать там за Дворкина, за Кощеткова, то даже сравнить не надо. Ну, я не знаю. Я бы их вообще сравнивать не стал. Дворкин это ж просто... Дворкин-то Кощеткова громит-то со всех сторон. А я взял тогда его разгромные статьи и показал. Они никакой роли не играют. Кощетков это работник. А этот он критик или как его назовет. Даже не критик, а сеятель зла. Я говорю, что Кощетковцев у нас членами общины не могут быть. Судя по тому, вот как понимаете это. Но они работают. Разные пути, вот как из Геннадии. У Осипов встречаются такие завихрения, даже не верится. Профессор, 74 года, сеет бритый в Галстике. И объясняет такие вещи, которые ребенку понятно. Царь Адриан, гонитель христиан. И какой-то вдове помог где-то. И видит, душа его вошла в рать. Да где-то такую веру нашел. Гонитель христиан, от которого погибает Игнатий Богоносец. И никогда он ко Христу не обращался. А просто вдове помог. И Осипов узнал, что он в раю. Вообще. Это что, его последняя книжка, да? Книги Осипова жгли два монаха в Троице Сергию и Лавре. Ну, последняя его книга, там, по-моему, как раз о жизни после смерти. Ну, что-то такое. Там о эхаристии, наверное. Я не знаю, я не видел, я вот случайно сейчас в интернете это увидел. Натолкнулся просто. Читал там живой журнал одного человека. И натолкнулся, что два монаха в Троице Сергию и Лавре жгли книги Осипова. Не знаю, что там. Жгли книги? Ну, это, конечно, запредельно далеко от того, как я думаю. У Осипова очень много хорошего. Его выступления я на свой форум многие перенес. Но есть вещи, которые просто хотелось бы встретиться и сказать, Алексей Ильич, а откуда вы взяли-то? Если это по вере Христовой, оно просто не проходит никак. Ну, я по телефону поговорил, он не дома был, и встреча не состоялась. Но мою книгу к истинному православию ему подарили. И когда я посылал отдельным материалом, он одобрил все абсолютно. Что, так это надо издавать, когда книги еще не издавал, а просто отдельные листки у меня выходили. Вот я хотел спросить уже не про Осипова. Не знаю, но у вас... Умный человек, хороший. Игнать Ильич, у вас, не знаю, опытом, наверное, был такой опыт тоже? Еще подальше. Я, может, сам отсяду. Да-да, давай. Можем здесь нам даже удобнее так поделать. Я тут сам для меня открытый вопрос. Вот как свидетельствовать о Христе подросткам, которые, светские подростки, совершенно никакого отношения ни к церкви, ни к вере не имеющие. Ну, вот, не знаю, потерять каких-то, наверное, таких нет у детей. Ну, я-то 17 лет только сотрудничал с тюрьмой, с малолетками. Так что вы спросили по адресу. По адресу. Я знаю, как это. Я как-то не удовлетворен, но я год назад предпринял такой шаг, значит, как бы с большой перспективой надеялся, что местные шпана подростки, это 8-10 классы. Они там на турниках занимались, они мне просили стать тренером. Я с охотно согласился и весь год с ними работал. Значит, ну, на тренировке. На турниках там, прям зимой на улице. Вот. И при этом я пытаюсь один какой-то такой вопрос, почувствовать их, как бы, реакцию. Значит, я их привлек домой, показал их фильм. Даже дошло до того, что я им Евангелия раздал, предложил прочитать там Евангелия, от Марка там. Поехал на купель на крещение, в прорубь смысле. Перед тем, как, наверное, мы прочитали отрывок Писания о крещении, как Христос крестил, да. Вот. И как-то внутренне я не был, как бы, удовлетворен, что я должен, могу еще сделать, да. Не знаю, я чувствую, что какая-то вот стена. Ну, то есть, не созревший, как бы, да. Это сколько лет? 15, наверное, 16 вот такой возраст. Ну, вот год кончился, вот, так сказать, лето, каникулы. И у меня ощущение, что, значит, как бы я поработал и, не знаю, зерна, может, и не посеял даже. Не знаю, вот отдачи какой-то не ощутил. И они, как бы, интересы у них остались прежними. То есть, они полностью на своем, так скажем, над телом работают. Вы вините только себя в этом. Я вот не найду вот самое, как, где была моя промаха, что-нибудь, что-то такое. А может, это искать не надо. Вы даже засвидетельствуйте. И больше ничего не требуется. Это люди, приготовленные для вечного огня. Вот у меня был, знаете, я никогда не водил, начало, но 100 лет, как я начальник детского лагеря. Это уже опыт. Тысячи детей за это время были. Без помощи государства, без рубля поднять это. И при том, у меня результат был такой, что он трогал людей, которые за границей. Специально прилетает директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Деннон. Приезжают просектора психологии. Живут в лагере. И наблюдают, пишут и узнают, как в течение одного месяца ребенок, которого родители купили наручники, приковывает батареи, уходя на работу. Он все вытащил из дома. И через месяц он совершенно меняется. Как вы могли что-то сделать? Я ничего не мог сделать. Я отвечаю одно, что секрета у меня никакого нет. Мы просто встаем рано, в 5 утра. Но дальше все вместе купаются. Начинается сочтение Слова Божия, с молитвы. Молимся. В день мы несколько раз становимся на молитву. Ну и ребенок полноценной жизнью. Раз в 6 купается в день. Собираем ягоды. Ходим по полям. Я хочу всякое растение различать. По растению, по листику найти это дерево. Узнать, для чего оно нужно. Как использовать. Понятно. Ну, таким данным учу, которые не все знают даже. Я вот говорю, сколько у вас людей здесь? Столько-то. Мобильники у всех, у всех. Кто изобрел мобильник? Не могут назвать взрослым. У меня дети все знают. Мартин Купер. Хороший Мартин был человек. Да он живой, дети. Давайте помолимся за ним. Какой он молодец. Какой прибор изобрел. Что в ребенке должна нарастающая понимать волна благодарности. Что он еще не родился в мир. А Бог уже изобрел через людей, через людей. Лампочку, материю. Как собирать хлеб. Это Бог приготовил мне место, рожденному в этот мир. Мир суровый. Мир трудный. Спрашиваю интернет. Почти все дети были. А кто изобрел интернет? Взрослый не один. Ни один не называют. У меня дети знают. Тим Бернасли. Тим, это Тимофей. А за Тимофея дети. Хорошо помолиться. Он еще живой. Все сделали с миллиардерами. А он нет. Он все делает для Бога. Он такой простой. Я им рассказываю биографию. Ребенка не только нужно заинтересовать. Но сделать соучастником. Он соучастник в телефоне. Он соучастник в этом. И в нем уже появляется так. Этот человек сделал хорошо. А я о нем не знаю. Вот это плохо. И теперь, чтобы того было хорошо. Давайте я призываю их на молитву. Конкретно. Я вас спрошу. Вы, отцы. Вы призывали когда-нибудь молиться за Мартина Купера? Нет. Они у меня знают, кто такой президент. Давайте за Путина помолимся. Ему так трудно. Понимаете? Сколько разных нападок везде. Он сам Путина Божий еще не знает. Это маленький человек с испорченной совестью. Служитель КГБ. Но Бог сделает из него такого человека, который привезет пользу России и прочее. Может. Дети молятся. Как он молится, ребенок? Он участвует в этой молитве. Я его спрашиваю. Каждому ребенку, говорит, ключи где-то. А один ключ через Слово Божие. А он не принимает. Он меня нынче привезет такого. И с этого года, то есть за следующий год, я не принимаю определенных детей. Категорически. Которые играли в компьютерные игры. Все. С будущего года у меня ни одного ребенка такого не будет. Это абсолютно потерянные. Это бесноватые дети. Никакому исправлению не поддаются. Они будут только сожжены. Он живет рамкой монитора. Вот этого вот. Там стреляет, бьет. Он может. Но его недосягаемые. Ему 12 лет. Это пацан. Настоящий уже большой. А девчонке всего 6-8 лет. И она стоит у меня такие тарзанки. На канатах качается. А чтобы сесть, она такая палка в руку толщиной. Примерно вот так вот. И она его так вот. А он стоит. Ты броси мне палку-то. У него все в пределах рамки. И вдруг из этой рамки палка вылетает. Бьет его по лбу. Он упал. Он не может понять, как она из рамки вылетела. Эта палка-то. Она не должна из рамки вылетать. Там он стреляет. Это ранит других. Но он недосягаемый. И он сидит, ревет. И никак не может понять, как первый раз из этого телевизора ему мир через телевизор видится. Вылетела палка. И шабархан был. Ну вот здесь вот. Это такой финдал. На все лето было. На дугой качеле он снова забыл. И точно так же повторилось. Она его бьет в лоб. В Барнауле это брали. Не то? В Барнауле брал ребенка. И он опять, он никак не может понять. У вас телевизор совсем не такой. За эту рамку вылетают вещи. У него никогда не вылетали дома. От какой конструкции этот телевизор? Вы даже не понимаете степень отчужденности от этого мира. Это запредельно далекое обеснование. Оно даже в рамке понятия нормального человека не выходит. Я разговариваю с ним. Первый день он вот так вот. Я с тобой разговариваю. Он не может понять, как я разговариваю с ним рядом. Я его задеваю. Он не может понять. Я должен быть в рамке монитора. А я рядом, я его беру, я его наказываю. Он ничего не может понять. 12 лет. Они отдали мне в лагерь. Они не знают, что с ним делать. И он тогда уже, когда он начал понимать это, и мать звонит, мама, я научился первое есть. Он первое никогда не ел и не знал. Первое там везде кашу, сосиски, он тут и ест. А тут первое, там не едят телевизоры. Это абсолютно замороженный в телевизор посаженный ребенок. Я нынешний просто слово себе сказал. Детей не брать. Они абсолютно не поддаются исправлению. Он уехал, и его сразу погасили в больницу. А так нормально, рассуждает. Когда просто так с ним он начал уже говорить, один раз воротится, я его наказал, и теперь стал слушать. У меня крапивы там много есть, я ее включаю в порядок. В каком возрасте заканчиваете наказывать крапивой? Наказывать, а нет, возрастных групп нету. Пока он у меня, вот он приедет, его наблюдает, соблюдает устав, я его сразу отберу. А я его не приму в лагерь, если он не согласится принимать наказание. Подписку не надо. Родителей нет, я их отберу крапивой. Нам такого сдавали в этом году тоже. С компьютером зараженным. По-моему, у меня. Тяжело. Палься грызть нельзя, это вредно. Это склонность к убийству, запомните. Это не просто так. Склонность к убийству, к аборту, это все связано с кровью. Никогда даже палец не берет. У меня опыт есть. Я говорю, не берите, найдите чем-то другим избавиться. Нет, ногти я не грызу. Нам в этом году мальчика такого привозили. Действительно, он психика нарушенная. Психика нарушенная. Заметьте, нет этих слов в Библии. Я еще раз говорю. Вот у нас начинается богослуживание. Половина храма пустая, дверь открыта, тут залетают ласточки в одно окно у нас. На двух иконах гнезда ластащит, например, на алтаре. Бац, ребенок побледнел, упал. Ну, он может придуряться, но он бледный, как вот эта тарелка. Его за руки, за ноги вытащили, на улицу положили. Заходят, все за Наня, сапфира упала. Сапфиру только вытащили. А этот сидит, а Наня уже сидит, глазами хлопает, нормальная. Зашли, третий упал. Его опять вытаскивают. Он на скамейку вытащили. Он сидит, нормально. Они не выдерживают ладана, как грязные свиньи. Когда в лагерь пришли, стало известно, все компьютерные дети. Но не до такой степени, как вот этот последний. Последний, это он уже перешел этот грань, и он уже вошел в этот монитор. Вот матрица. К нему как раз Кураев и может теперь говорить слово. А он как раз достигнет. Это человек из матрицы. Из этого киселя он вылез. А он у меня. А они звонят, родители рады, что он там... Отец бросил их. Когда узнал, что ребенок там укусил клещево или что-то. Явно, что тут уже не о психихире речь идет, а замкнутое пространство. Он находится в потере из этого мира. Говорят, а вы как на нем работаете? Ну, сколько поработали, отпустили его, и у меня самое высшее наказание в лагере, если я отказываю, приехать селещево. Вот он получил этот неуд. Почему? Из него... Это все прошло бы. Это уже у него исправления пошли. Он матерился. Я вам наказываю раз, он матерится. В следующий день опять слышали о материке. Он сознается, да, так. Проходит день, он опять. Он не он матерится. Это сатана, в нем демоны. Демоны именно эти личности духовные, которые поселились там. Зачем ты, если с тобой говорю, он ответить не может. И поэтому... А лагерь православный, других детей заражает. Предупреждение неоднократное, я вынес приговор. Больше он в лагере у нас никогда не будет. Так вы что, берете хороших? В лагерь православный, повторяю. И заражать его, чем попало, нельзя. Тем более сегодня вот такое внимание к лагерям, ко всему власти. Где-то там наказание. В прошлом году у меня столько было комиссии опять, что я говорю, у меня физическое наказание. Первый раз приехали с ПСБ, никогда этого не было. Приехали прокуратура, обследовали. Ничего нет, Игнатий Иванович, у вас же ничего нет. Ну зачем вы это говорите? Ну уберите из устава. Я говорю, не будет этого, лагеря не будет. Ну проверили третий раз, МВД, там все край, нет ничего, нигде, ничего нету. Я наказываю физически. Ну давайте по порядку, как вы наказываете? Я говорю, садимся за стол, дети, покажите платочки. Я вам память пришиваю. Платочка нет, они уже знают, первый день не наказывают. Завтра нахожу. Вон там тополь, 300 метров, бежать туда и сорвать листочек. Разовое пользование. За ужин туда, я вам уже еще один день память пришил. Он забывает вещи за станом. Сели за стол, теперь дежурные, ну-ка, бегите, собрали вещи. Он не может отказать, а дети знают, чья это куртка. А это Тимошкина, а это Ирошкина. Они сразу так власти за стола. Он еще есть. Вот теперь обязаны вокруг лагеря три раза отбежать, за рука по лягам махать вокруг головы и кричать, я забываю вещи за станом. А пока бегал, что еле в рот не попадет. Ты теперь садись за стол, а уже третий едет. Все, на этом конец. Больше никогда вещи не забывают. А родители, ничего не можем, еще выйдет, говорит, на улицу забыл, так ушел. Я в течение одной недели они все это уже знают. Они поняли, шутки кончились. Я уже, ну, просто 40 лет начальник лагеря. Я знаю, без физического наказания лагеря не будет. Это очень хорошо исследовал игумен Кирилл Сахаров. Он все записан на этапон и все это описал на Алтайской земле. Ты в ребенке должен увидеть будущего человека, какой он будет. Понимаете? Это не означает, что я только с трожистью огоню. Я сказал, дети, кружки взяли, пойдем, малины сейчас наберем и вернемся с молоком будем. Бачка, сакончику сейчас. Я поехал. Поехал? Да, мне уже надо ехать. Ну, иди. Поэтому всем благ ангелохранитель. Спасибо, Христос. Заезжайте, когда мимо будете. Дети приходят и жалуются. А Кирилл говорит, не рвет ягоды, а ест. Я потихоньку, а он отдельно отделился, и там другие ряды, лесопосадочка, опять малина. Я говорю, вы только не везьте. Я подкрался и смотрю на него. Он ягодку берет в рот. Святый, Боже! Я говорю, святый, крепкий. Следующий ягодку, святый, бессмертный, помилуй нас. Я дети назад, все попятились. Он молится, его трогать нельзя. У него идет молитва. А что не наберет, так мы наберем больше кружки, и это восполнится. Понимаешь, в каждом месте я должен увидеть. И тут послал работать, траву рвать. Подошли, говорит, у Гавриила, говорит, травы совсем нисколько не нарвали. А почему? Он сидит, говорит, согнулся и все. Дети, отойдите все. Я потихоньку подошел, а он букашку рассматривает. Он что-то в ней нашел, что другие не трожьте. Это будущий ботаник какой-то может быть. У ребенка заинтересованность этим, попятился от него потихоньку, и его не трогайте. Не задевайте, он рвет другую траву. Ты подойди к ребенку с его позиции. Вот они идут, дети. Идут, у меня они за руки держатся, сзади еще, ну далеко, чтобы другую не пнули. Они пинаются, как кони. Вот. И увидели стрекоза. Стрекоза у нас бывает синяя, бывает желтая, черных нет. И вдруг черная стрекоза. А стрекоза вот такой длины. Прям пропили. И один увидел, стрекоза черная, а другой увидел и с троя раз ее взял. Когда этот взял, тот понял, промахнулся, ему надо было взять. И он говорит, так я увидел, он говорит, а я взял, ты же не взял, прошел мимо. И теперь спор. Теперь я возвращаюсь в лагерь туда, они пришли ко мне за разрешением. Я должен на полном серьезе быть следователем. Так, как шли, как голову повернул, где-то она лежала, стрекоза, все узнали. Так, хозяин тот, кто поднял, но тот, кто увидел первый, тот с глазами увидел, ему, когда он думает теперь смотреть на его глаза, ты ему открывай и показывай в коробочке. Ему это на всю жизнь запоминается. Он человек, и ребенок имеет право иметь все, что желает, что не противится нашему уставу и здравому смыслу. Дети такие предложения иного раз делают, прямо задумаешься, как же я-то это просмотрел. Я другой раз, мы вот пришли купаться, а у нас так, пошли, три поклона, старший в лагере остается, благословите, Бог благословит. И когда пришли, раздевается, там снова у того старшего благословение. Ну я пришел, и сижу, они один за другим разделились, которые там лет до восьми, они, ноги шо, вообще мокрое-то надевать, они подбегают, благословите, так благословили, нет, еще здесь надо, вот я и забыл, так Бог благословит. Они напоминают, а я думаю, там благословились, и, эх ты, я думаю, вот тебе на. А это в нем все. И когда он домой приезжает, как к нему относятся? Он приезжает, а у меня все, что были с поисками. Ну, приехали, а что это у тебя за тряпка такая? Мам, это не тряпка, это поясок. Ну-ка, сейчас же сними. Грязь какую-то привез. Она вот чик, долой. А у другого приехал с Новосибирска, а она мыться. Мам говорит, мам, нельзя сказали снимать. Дядя Игнатий сказал, не надо снимать. Сынок, ты не снимай, но он грязный. Ты вот я развяжу, за один конец держи, а другой постирай, а потом за этот кончик подержишь. Она опять постирала, теперь давай завяжем. Вот урок. Она подержала, другая отрезала, 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 и вот, у него больше никогда нет. А этот приезжает ребенок. У меня однажды было такое, что я накажу, у меня наказание. Но однажды сделано такое было, что я не мог придумать наказание. А наказание должно быть адекватное. Хлеб нашли в туалете. Ну, за короткий промежуток, за час я уже выявил, кто нашел. Дочь священника. Бросила. Зачем ты это сделала? А она, братика, который был наказан остаться без еды, она решила подкормить. И когда со стола-то утащила, испугалась и бросила, не знала, куда бросить. Во-первых, она показала жалость, я должен ее наградить, а тут наказать. И я раздвоился, и так она уехала не наказанно. Она в следующий год приехала, истомилась, говорит, всю зиму думала, что я уехала, но мне наказали. Ну, накажите меня, чтобы я больше об этом не думала. Понимаете, в ребенке это должно быть в монтире, чувство справедливости, законоположения. Законопослушания. Вот что-то говорят дети, я не могу. Почему? Написано в уставе. Вот дети, у нас написано, чужие велосипеды не имеют права брать, а деревенские подходят, им дают. Но я посмотрел нарушение. Они обошли это нарушение. Написано, не давать никому и не брать, а про деревенских не написано. Они стали пользоваться деревенским велосипедом. Я почему не дал? Потому что они бежают далеко и из глаз стеряются. Тогда я привожу сам, покупая два велосипеда новых, кататься можете, один на вышке наблюдать, что поле зрения. Мне отдали родители ребенка, и они должны получить его лучше, а не потерять. А это пустынное место. И один внизу, а внизу, которому команда. То есть, кто скрывается, он скрылся за поворотом, срочно туда бежать. Значит, скрылся, скрылся, тебе ограничено было, палка поставлена, все, с велосипеда долой больше не будешь кататься. Он должен знать неотвратимость наказания. И я с ними возился сутками там. Но дети-то это все понимают. И когда сейчас в городе встречаются уже свои семьи, сколько у них благодарностей. То же самое и в тюрьме. Вот ваши дети где? Вы не скорбите, это те дети, на которых, быть может, как в мире говорят, поставлен крест. Вы давайте им чистое словесное молоко, говорите, приводите примеры. Примеры должны быть очень такие яркие, сочные буквально. Ну, вам может не удастся, но я с ними когда работал, я приводил примеры из своей жизни в вузах, как было. И на ребятишек это очень сильно действует. Я показываю, как при мне убивали, как они люди там сами вскрывали. А я вышел. Вышел, почему? С верой в Бога. А они уже там, как понимают, добавляют. Так что тут не скорбите, даже нисколько. Вы сделали, что могли. Главное, вы всегда в любом деле подчеркиваете слово Божье. Допустим, занимайтесь спортом и скажите, телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование будущих благ, а не только настоящих. Чтобы ребенок почувствовал, какой бы сильно не был, я умру, корм червям. В него это вмонтировать надо. Это временная жизнь, она слишком коротка. И что бы тебя ни было, обидели, где ты покажи на высшее. Вот у меня в лагере устав, что играет девочка и пальцем не имеет права прикоснуться к ней. Силомудрия и стыдливость сохранить в ней. Но ей сразу в ключе, ты вторичная, мальчик первичная. За обед везде он первый, ко кресту первый. Вот от защитника, это кормилица, это священник. Это все в нем. Это надо заложить в ребенке сейчас, пока не поздно. А бывает, что ничего нет. Я просто отказываю, бывает пол срока он пробыл и мы его отправляем домой. Он томится, ему не надо, он кого-то пытается телефон попросить, а у нас запрещено брать телефон. Я вижу, абсолютно никак. Я сообщаю бабушке, она это последняя надежда была на вас. Я говорю, никак. Невозможно. Он просто развращает других. Нельзя. Ну, а дальше они уже, я наблюдаю, в Барнауле встречаю их, он пошел совершенно никуда. Которые были склонны к этому, оба уже сидят в тюрьме, уже попались. А бывает, мальчик, ну, просто хороший, и два брата их. Я этого брата наказывал, я пол лета пробыл, я только узнал, что старшие младшие это братья. А я-то их воспринимал в щенке до раза. Они там два брата. И они такие, ребятишки были хорошие, и, кажется, его поставили священниками. Прошло какое время, мне сообщили, Гриша, говорит, уже священником стал. С детьми работать надо самому быть ребенком. Не бояться пробежать, не бояться засмеяться. Я вожу их на две голубятни. Тогда у меня было три голубятни. Как правильно держать голубенка? Как они смотрят на маленького, голенького? Как эти яички держат? И все это заснято. Это надо увидеть. У ребенка столько радости. Один хулиганистый, деревенский. У меня внутреннее чувство, это неудовольствие. Но вот момент поднимать детей, он знает, я его отвергаю. И вдруг я подхожу, ему говорю, пошли на голубятню. Вы посмотрели, как заиграл он весь. Ему доверено. Я вот первого завожу, даю ему в руки, другому даже не досталось. Он как, он буквально преображается. Ему доверили. Он куда попал на сокровенное место, на голубятню. Там раз в лето бывают люди, и он там был, теперь он другим рассказывает. Ну, надо просто на небольшом таком показать, что ты не его не любишь, а грех, живущий в нем. Он несовместим с христианином. Вот так. У тебя вопросы есть какие-нибудь? Нет. Вот. Еще у меня двое ребятишек было из Кузидеева. Обратился один. Вот обратился, как интересно. Я раньше распространял пленки. Пленки распространял. Ну, пленки, это катушки. А катушка там не златоуст, никто, а беседы с кем-то я веду. И катушки эти раскатились везде. И он слушает раз, другое. Они уже затерты, там плохо слышно. Они все собираются и слушают. И все спрашивают, ну, кто это говорит-то? Вот бы поговорить-то с ним. Он не знает, что это я. И вдруг попадает книга, и в книге он находит созвучные мысли. Что я говорил? Он говорит, а вот этот вот Уклаткин Игнатий, который на пленке, это не один и тот же человек? А ему говорят, в книге-то адресе. Он мне звонит. И как голос мой услышал, он сразу понял, на пленке, которую он 15 лет там уже слушает, это один и тот же человек. А можно к вам приехать? А зачем? Как? Его я его сразу осадил. Вот Михаил Кальмаев был. А зачем? Ну, как? Ну, я вот столько лет, я так жаждал, я хотел, да я не один, тут сестра одна хотела. И совсем не зачем. А зачем? Вы считаете книги, и все. Я говорю, какой ответ будет? У них ответ был правильный. Они смиренно переждали день и снова позвонили, и я им разрешил. Они приехали. Летом приняли крещение в полное погружение. Нынче он приезжает уже с ребятишками. Это люди найдены через пленки. Как скажем. То есть сказать, они пропащие где-то, я встречал при этом в разных концах страны люди, которые через книги, где, один даже в Португалии. Вообще далеко. Я, говорит, ушел уже к баптистам, один говорит, ну, попала в ваша книга, говорит, я сразу вернулся, в тот же день. Это Бог делает. И вот поэтому мы сеем с надеждой на будущее. А что кто-то не обращается, значит, не призван, таких людей было много возле Христа. Никогда не отдавайтесь в печаль. Главное, что вы были верны. Вы ничего плохого не посеяли. Душа не отозвалась. Вы оправданы перед Богом. А будут они, слушатели, не будут, а ты говори. Вы знаете, кстати, у отца Георгия мы вспоминали сегодня. По крайней мере, его сотрудники, они говорят так, они, когда свою систему оглашения так, ну, как бы, не рекламируют, они говорят, если мы некачественно, как бы, так их покажем православие, то, как один раз, дважды в сухим не выходят из воды. То есть, они, значит, один раз коснутся, то второй раз не скажут, мы же это знаем, и через всё понятное, через всё, я на себя пытался приложить. То есть, как бы, вот уже они соприкоснулись со мной, то есть, как бы у них это, да, то есть, у меня внутреннее, вот сейчас раздвоение, их искать сейчас мне, вот сейчас каникулы опять мы, значит, завершаться, да, то есть, они нашли себе тоже некую такую альтернативу, самостоятельно. Теперь, как тренера, я их уже не смогу, наверное, вести, потому что они, каждый день работали, они уже превзошли меня. То есть, в плане тренера, я, наверное, уже так, а вот в плане... Вот несколько тренеров, батюшка рокер там показывает, как он садится, видели, мощный такой, я-то не верю. Я даже не могу понять, что это. Я даже не пытаюсь понять, я знаю, что это не евангельское. Не был рокером, не был тренером, апостол Павел, ни один из апостолов. И святые отцы такими не были. Это дружба с миром, в общем, вражда против Бога. Ты его включаешь, а теперь они вместе, своим воспитателем, поднимать себя в горы начали, ну и все описывает. Хотел сделать замечание. Нож никогда не резать. Вы уйдете, а клеемка будет прорезанная. Видите, я щекетильный. Какой-то. Вверху нанесу только и резать. Вот слово сказать, у нас одна семья отравилась этими арбузами. И у нас закон, вот мы едем, мы никогда в рот не берем, только со своего огорода. Нет, а я никогда не беру. Берет Денис. И он берет у кого-то одного. Мы не препятствуем, так и есть уже не будем. Потому что у нас за все время. Дороги болеть, нам дезинтерия не нужна. Мы все здоровые. У нас нормально работает кишечник. Мы все здоровые, просто здоровые. А в дороге заболеть это непросто. Ну, почему, если я опять к мальчику вернулся? Не знаю. Еще раз попробую. Вы хотите найти своих воспитанников и попытаться как-то повлиять? Ну, свои-то есть. Как бы сказать, с которого работало. Совершенно из этого мира. Они, в общем-то, не чуждаются, не могут пойти со мной, допустим, тоже фильм посмотреть. Но вы заинтересовали их не тем. Поэтому они с вами общаются вот не на уровне том, что они услышали о Христе, полюбили. Не на том уровне. У меня с ними общаются, ну, вот представьте, пацанят-то, воришки. Они воруют. Воруют, везде воруют. Я их ловлю, но в милицию ни одного не отправят. Они грабят вагоны. Везут арбузы. Сколько лет были? Ну, вознимаем напротив по их арбузам. Не, а какой возраст? Ну, там возраст бывает и 12, 14 и 16. То есть, серьезно. Другой раз они там, они нас с ковров наскидывали столько, ящики с маслом, шоколадные где-то. А у меня две овчарки. Я их заставляю все обратно туда закинуть. А милиции, дело все известно, милиция прямо на утро уже приходит. Кто это делал? Мы узнали, что мы заставили туда это все скидать. Я говорю, они дали мне слово, что больше никогда не появятся. И я никому не... А они и это узнают. Так они что? Наворовали винограда в ящики. Пришли, а у нас общий коридор один, они в ящик, вот так вот, ящик на ящик, я вышел вот так вот, они стучатся в дверь. Рано утром. Дедушка, вот в прошлый раз вы нам читали про Бога. Вот мы вам подарок принесли, посчитайте еще. Они пришли, я говорю, в первую очередь давайте все унесите, поезд еще не ушел. Унесите виноград, а потом приходите, поговорим. А они не знают, как ублажить, им это понравилось, конечно, я им рассказывал прямо по Евангелию. И когда меня спрашивают, вот как своими словами говорить, или Евангелие читать, я сторонник, только читать, а потом разъяснять. У них должно отложиться непонятное для нас, человеков, сила Слова Божия. Когда Бог трижды отвечает, написано, Сатана в ужасе отступает. Почему? Не могу ответить. Я представляю, как бы мощный лагерный луч бьет его и пожигает. И Сатана отступает. Но это образно. Три раза и результат один. Сатана больше не подходит по этому вопросу. Когда дважды нападал на Ева, и он зато говорит так, как и когда Ева сидел и скабрил тело свое черепком, а сердце там внутри, а ребра так как стропило, кожу соскреб, и засияло сердце любви Богу его через ребра, сердце видно. И Сатана закрыл голову, лицо, говорит, бежал и больше ни разу не появился. Вот только Златон смог так сказать. Представь себе, как через стропило засияло солнце любви Богу его, и Сатана закрыл лицо, бежал. Для меня это было достаточно, чтобы навсегда понять, что в Слое Божьем сокрыто что-то, что нам смертным непостижимо. Но я должен в них противойти в это. И поэтому, когда говорят новые переводы Библии, современный перевод лучше, там Аверинцев приводить, я уважаю Аверинцев все, но Синодальный перевод, это один из самых лучших переводов в мире. Это я беседовал с Александром Менем. Он работал с оригиналом как еврей, на еврейском языке. А я его спрашиваю, вы, отец Александр, могли бы перевести так хвольстом Данила Авраамович, он в большей части или Саваитов, или вот как Глухарев переводил, ну или вот Герасим Петрович Павский, он его, Салтын перевел, Евангелие от Матфея. Отец Александр сказал, да ну, зачем это сравнивать, да нет, конечно. Он такой уродит, еврей, с высочайшим образованием циклопедическим. Он отвечал, он по-моему отвечал, не задумывался. Вы как говорили, я-то сидела и он все рисовал треугольники, я вот как-то выбросила какой-то психолог в Россию. У него там, когда угодно, у меня 20-й том о моей беседе с ним. Вот уже здесь выбросили. Я не в книгу по их отображал. Я могу бы из Щеркала незаметно взяла, по моему личному подсунула. Вот. И если уже когда до дела-то доходит, на современный перевод говорят, я понимаю этих людей, они ничего не знают наизусть. Поэтому легко ему как кажется считать так или так. для меня это просто неперевариваемо. Потому что я цитирую наизусть главы, стихи. И все Библии, вот я в Церкви стою в другой раз, и там читают по Риме, это в Ветхозавете. Если плохо слышу, три слова рядом есть, я могу назвать книга, глава и стих. Откуда это взято? Ну это просто невозможно просто так человеческим умом. Это у меня на каком-то другом уровне работает там перфокарта. И когда говорят, что Библия синодальная, и она, ну там не так переведена, я думаю, это и читали, вообще-то я ее. Синодальную Библию переводили четыре духовных академии. Два перевозчика уже канонизировали, Филарет и Макарий Алтайский. Ну это уже как бы слово сказать. Это лучшие перевозчики. Возьми, историки. Хороший перевод. Дальше Петрович Паффщdog писали учебники для еврейских школ. Писать учебники для еврейских школ. Это подумать надо, какое было у него знание языка. Писать учебники это высшая филология языка. И вдруг мы что найдете? Я считал все это. Касьяна, 当 ый современный который все Вот я не соглашусь. Неправильное отношение. У меня неправильно? Ну, неправильно. Докажите все. Каждый перевод имеет свою ценность. Каждый перевод где-то что-то лучше перевел, что-то более качественно сделал. Самые хорошие переводы имеют недостатки. И более того, неправильные переводы. И могу сказать, например, фразы, где неправильно переведено. Давай. Вот это для меня очень важно. Когда говорят конкретно, вот это я люблю. Хорошо. Апостол Павел Тимофей пишет, чтобы он не пренебрегал даром, полученным через возложение рук священцев. В греческом слове пресвитериум. То есть через возложение рук старцев, пресвитеров. Тогда имело значение пресвитеры и епископ одно и то же значение. Неправильное. Почему это вы решили, что неправильно? Скажите, что это... Ну хорошо, нет. Давайте переводить так, как было написано. А зачем? А это уже трактование. Да это не трактовка. Так же понимаете, за токус толкует. Нет, понятно, что всякий переводчик, он толкователь. Он не переводчик, но это его родной язык. Его переводить не надо. Зачем его переводить? Так когда он грех. Вы же говорите на грешеском языке. Я хорошо, я скажу тогда, чем ты была святой. Я хорошо, тогда скажу, с чем это было связано. Я у Лусора прочитал, что в Новом Завете нет ни одного... Нигде апостолы, епископы, пресвитеры, диаконы, никто из них не называется священниками. И иересами. И иерейми. Ну так, по-русски. Нигде. Так и что? Я нахожу в Священном Писании. Ага, вот апостол Павел говорит, чтобы Тимофей не пренебрегал даром священства. Беру греческий перевод, там пресвитериум написано. Вы какой перевод берете? Греческий перевод, вы сказали. А что значит греческий перевод? Нет, греческий. Древнегреческий перевод. Ой, древнегреческий текст. У нас перевод с какого текст? Нет, не перевод, текст. Древнегреческий текст. Беру сам. У нас с фантастического манускрипта перевод. Нет, я греческий плохо знаю, но я в каком-то смысле могу прочитать. Хорошо. А эти пресвитеры это не старцы, это то же самое? Неужели это не руковоложение? Лютер говорит, что иереями названо только ветхозаветное священство, либо Христос, первосвящение. Хорошо, а как же это Павел говорит? Пресвитеры не называются иереями. С переменой священца даже мы переменим заходы. Что с переменой старцев, что ли? Да тут сам смысл показывает. А тут идет речь о другом. Но священство слово стоит. Нет, я говорю о том, что это заметил Лютер, и я это проверил, он прав. Ни пресвитеры, ни дьяконы, ни епископы, ни апостолы не называются священниками. Ну пусть не называются, а что из этого? Что их нету? Нет, я говорю, что я тогда сравниваю, например, я нахожу, что есть в синодальном переводе Нового Завета. Оказывается, там неправильный перевод. А как же в гигзаптах Оригена? Там как? Я их не видел, они не сохранились практически. Во-первых, экзамплы они не сохранились, то есть там только какие-то отрывочки. Хотя отрывки сохранились. Отрывки сохранились. Ну и что? Ничего. Ну вот. Нет, я просто вот, например, такой момент заметил. Вот я его проверил. Оказалось, что в синодальном переводе неправильно переведено. Вы греческий язык хорошо знаете? Плохо. Плохо. Не-не-не, я его вообще не знаю, но я... Тогда вообще вопрос нападает. Нет, но я могу взять греческий перевод и прочитать. Так-то так. Греческий текст и прочитать. Я говорю, так-то так. То есть я, по крайней мере, такие слова, как... Ну, какие-то слова, то есть роман могу прочитать. Когда нам сегодня говорят, у меня в 10 томе это описано, какие знания были у переводчиков Казанской Духовной Академии, когда всех перечисляют где-то, я прихожу, ну, через отца Александра Мения, он даже ни в какое сравнение его знания, он сам говорит. Нет, я их не дискредитирую, я просто говорю, что переводчики все равно имеют, все переводы имеют какие-то недостатки. Отец. Я только это сказал. Я хочу сказать, переводчики, но когда переводят, нигде не переводился так тщательно Новый Завет, как у русских, сама Библия, переводят четыре Духовные Академии. Теперь, один из трех присутственных дней в течение месяца в Синодии принадлежит только рассмотрению текста Писания. Филарет рассматривает это отдельно еще сам, и тогда только накладывает... Это тоже большая проблема и ошибка. Все. Ошибка, ну, но вы знаете, что Синодальный перевод, например, не стыкуется со Славянским переводом. Да. Почему? Почему? Вы не знаете? Знаю. Ну, так вот. Прекрасно, да. Это не... соответственно, Синодальный перевод, это, попросту говоря, не научный подход. Не научный. Объясняю. Да. Где захотели, перевели сектуагин, то есть где захотели, перевели с мосоветской церкви. Это правильно? Понимаете, какое дело? В английском владеете? Нет. Нет. Так вот, у них слово есть «кос». Одно. Сорок одно значение. И при том абсолютно разное. Это не сданный экзамен студента. Все, я научился. Дальше. Не сданный. Хвосты называется. Другое. Малая звездочка у младшего лейтенанта морского флота. Дальше. Последний месяц беременности. Вообще, такое же, оно какое слово там поставит в данном случае значение, я могу только по смыслу. Оно совершенно отдельное. Малая звездочка одно и то же. Хорошо. Вот я сказал пары. Какие пары? Все правильно. Я поэтому говорю, что каждый переводчик, вот они, толковниками, причем здесь есть толковниками, они толкователи, например. А они видите, как переводили. И всякий переводчик, он толкователь. Он уже толкователь. Он не просто вот буквально. Он толкователь. Он подбирает смысл. Я вас не убедил. Но здесь неправильность в том, что где захотели, массовецкие переводы в Путин. Я хочу сказать, я вас не убедил. Но только одно скажу, что я еще ни разу не встречал человека, который знает большую часть Библии на Иисусе, он бы ратовал за другой перевод, кроме синодального. Нет. Слишком много там заводчиков. Это тот же самый момент, когда вот почему мы не хотим на русском языке. Я всегда, я одно время ратовал, что надо богослужение на русском языке совершать. И у меня, кстати, священник помогает мне. Он на русском языке читает молитвы, все по-русски читает. А вот у меня внутренний вот не могу. Не принимаю душа. Потому что я привык. Вот и к синодальному переводу мы привыкли к нему. Это другой момент. И там уже знакомые нам тексты, которые, тем более, если мы их знаем наизусть, и вдруг в другом переводе, они нас отталкивают. Хорошо, сейчас я скажу. Смотрите. Перевод 1876 года. Им пользуется Синод год второй до революции. Дальше после революции Патриархия издает. Только этот Синодаль. Зарубежные издают. Только его. Старообрядцы пытаются издать. Только его. Баптисты издают. Только его. Адвентисты. Только его. Зачем мне идти против общего потока, когда все эти люди, знающие Писание? Это не потому, что... Например, Саша, зачем мы им слушать по-русски, если все церкви во всех... Они имеют новое толкование и не принимают никто. Зачем я, когда внутренне, мой дух протестует? Это я не могу победить. Я по порядку уже беру, которые люди не нашего... Это субъективный подход. Ну, как угодно можно сказать. Мне он ближе. Мне он нравится. Я к нему привык. Я его знаю наизусть. И я уже другой не могу принять. Понимаете, я когда начинаю засчитывать Иоанна Златоуста, а он грек, ему перевод не нужен был. Это его родной язык. И он толкует, когда перевод шел, то сравнивали не только знания старца или что-то, а смотрели, как это слово истолковали святые отцы. Вот проблема синодального перевода как раз в том и заключается, что отцы, ну, восточные отцы, там, тот же Иоанн Златоуста, они знали стептуагинту. Да. Они не знали еврейского языка. Они не знали еврейской Библии. А синодальный перевод пошел в текст и погнал там с мастерецкой Библии. И мы читаем, и Златоуста где-то что-то ищем, что касается Ветхого Завета, а там что-то не вяжется. Вот и все получается. Когда Златоуст выходил на кафедру, у него было четыре свитка. Четыре свитка. Иодатион, а этого вообще не христианин. Перевод свитатиона. Акил, оказывается, тоже не христианин. Тоже не христианин. И все, кто агенты, спрашиваются, зачем. Но разница есть. Когда он начинает толковать, то разница, разночтение есть. Но Златоуст берет все одинаково и начинает это совокуплять. Вот это настоящий подход. То есть такая же Златоуст. У него научный подход. Септуагин-то не научный подход. Не научный. Неправильный. Тогда надо, понимаете, или септуагин-то, или еврейское. Одно что-то переведите. А тут смешали все. Внутренний дух мой приемлет это, как спасительное, в котором миллионы людей... Нет, никакого у меня критики. Я не говорю, что это плохое критико. О другом поговорим. Я за то, что Библия, которая сейчас издается, вот эта вот синодальность, неон-баптистская, тоже на... Вот первые слова, и написано синодального, видели? Баптистское издание. 66 книг. И написано перепечатанность синодального издания. И чего бы ради я ломал это все? И ради чего? У меня... Отец Геннадий Фас очень хорошо сказал. Я, говорит, думал, когда-то, что много переводов, это хорошо. И наконец я понял, это очень плохо. Это очень плохо. Отец Геннадий Фас, его мнение такое. Не просто его мнение, а он это обосновал. Он это обосновал. Это плохо. У человека такой разброд идет. Один принятый утвержденный синодом. Мы тогда выходим из синодки, причем патриархом. Патриарх не при чем. Зарубежная церковь, она не при чем. И все баптисты, адвентисты, 50-ники, все это издают. И они не при чем. А я нашел одно слово-перевод. Да спрашивается, что другое значение. Разве там говорится, что Бог ест? А это, остальное это... Так, братья, подойдите, благословитесь. Спасибо, Господи. У нас дальний путь, Отец. Да, во имя Отца, Сына, Святого Духа. Спасибо, Христос. Так. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Значит, цель нашей поездки. Да. Мы едем по областям, в каждый районный центр, завозим книги. А что за книги? Мои книги, которые у меня вышли 38 книг. Да, да, да. Все. Ну, я, когда книга рассказать, я краткую аннотацию даю. Вот, Новый Завет. Новый Завет, который во втором издании, и до слова Божия нету, способен подарок Патриарху Кириллу, Путину, Медведеву, и даже видели по телевизору в их библиотеке. Ну, они того стоят. Очень шикарные, изданные, как подарочные. Ну, и все книги очень необычные. Вот, даже Новый Завет взят, с толкованием Божияного Ефилакта, его всегда издавали, но вместе с откровением ни разу, ни Запада, ни Восточная Церковь. Сейчас с толкованием, которое написал отец Геннадий Пас, собрал вместе все. А оно вышло в трехтомнике. Вы это видели? Так, у отца Геннадия в трехтомнике я не видел. Ага. Мы Гвестава Даре раскрасили впервые в электронной лестнице. Ну, книги отца Геннадия-то у нас есть по отдельности. По отдельности. Так, а симфонии на жития у вас есть? Ну, еще та, старая, напечатанная на машинке есть. Нет, это то, которое я издал уже в полной версии книги. Нет, такой нет, а вот та есть. Это все баба, а симфония, она не каноническая. Это лучшая симфония. И на неканонические тоже есть. Ну, все тот, еще с тех времен. Ну, я могу смело сказать, это лучшая симфония в мире на сегодняшний день. С учетом всех, которые они ошибки допустили, они же не профессионально работали, они не знают как. А это по канонической, верни Городской, таким же шрифтом, да, это лучшая, как я ее считаю. Но мы канонические теперь извиняемся. Ну, она по машинам здесь, мы будем сразу сделаем так. Адрюша, ты пока продолжай работать, из подарочных можно было бы взять все шесть, какие есть, снова залетуют. Так как вы далеко собираетесь заехать? Значит, мы во все, вот сейчас по карте смотрим, во все районы области, где есть возможность. Алтайский край, мы все до одного района посетили. В каждой библиотеке есть книги. Мы нащупали способ работы. Мы оставляем и много приглашений. Они их раздают. Приглашения книгам в библиотеке. А книга в каждой примерно 3000 ссылок на священное писание. Что за приглашение? Андрей? Приглашение в библиотеку. А, приглашение в библиотеку. Мы оставляем у нас отпечатанное приглашение. А на ней номер нашего телефона и сайт. Вот такого содержания. А ну даем вам. Ближе дальше. Это вот этот. Вот с сегодняшнего дня в областной у вас все книги. Можно даже проверить иногда. Но мы хотели в городскую, потому что у них затруднения. Там много книг. Пока проверят. Все выставят. А вот в городскую нам надо еще проникнуть. Но сказала она. Мы на улице были. Я там беседовал с ней. Принято хорошо. Дальше в Алтайском крае, так, мы 51 район. Их там даже прошли. Дальше прошли до Байкала. До Байкала. Даже как? Так. Верно. Потом загрузились. Прошли до Москвы. Через Челябинск. И возвратились через Тулу, Москва и Северным путем. Это мы сейчас оттуда? Сейчас из дома. Мы с Северным путем загрузили. Только загрузили. Мы загружаем 20 партий. Это по 38 книг. Ну, это газель. Вот она стоит. Полный пакет. Их 31 килограмм. Ну, на 20 умножь уже 620. Ну, а кроме того, мы батюшкам, если ты желаешь, то у нас есть Новая Завета. С Псалтырию подарим в ящик. Нет. И отдельно Евангелие от Иоанна выпустили сейчас с римлянами. Ну, маленькие такие. Нет, ну, если подарите, я в зоне их расписываюсь. Так, где разгрузить, пока прихожусь. А вот там машина есть у меня. Все, сейчас прям выйдем сразу. Вот так. Понятно. Ну, вот, молодцы. Чем вы занимаетесь, да, вижу. Так. Кроме того, вы знаете, вот этот сайт мой. На нем 50 книг насчитывает этот мой. Полностью Златоус в аудио. Все оцифровано. Житияда, Братолюбия. Ну, все, 50 книг. А если на сайт зайдете, вверху сразу написано «Православный хорум Игнателла». Если не уткнете, мгновенно уже на хоруме. 1300 тем. Самых разнообразных. Там выступление Патриарха и этого Кураева. И Кураев приезжал ко мне на дом за книгами. Андрей Кураев. В Барнауле. В Барнауле. В Барнауле он был. И в Барнауле. Потом остатки какие выходили книги. Я на этом остановился. Но кроме того, в интернете еще три книги я написал, которые не изданы. Просто в интернет-наверсии. Но они полностью готовы были. Это вопросы и ответы, какие у меня в разных учреждениях. Я же три радиопрограммы делал регулярно в прошедшие годы. И выступал в Америке. Здесь много вопросов. 4124 вопроса. Я их разбил на 55 тем, папам. И теперь открываешь, одни вопросы идут. В любой образ школы, теперь надо искать и с ответом. Это очень сильно помогает разобраться в том, что есть. Ну и главное, я считаю так. Да и те, кто знакомы с книгами качества книги, никого не уваждают. Они без приглядов в глазах. Книги полностью основаны на Священном Писании, на канонах Церкви, на житиях святых, на творении святых отцов. И поэтому собрались, когда даже было несколько епископов, уже не раз пытались это судить. А наш епископ говорит, вам никогда не судите Игнатию. Никогда. Потому что он сугубо православный. И книги абсолютно на канонах Церкви, на житиях святых. Имеется в виду, ваш епископ, это... Епископ, это Алтайский Максим. А, Максим. Максим собирались, и наш епископ был. А, и священство там. И сейчас в Тульской области точно так же собрались, там Батя Сиан, и его вызвали, он книги там распространял, и его вызвали. Там в одной книге он, то есть я, неодобрительно отзывается об архиерею. Мужик какой. Да какая же это вина, неодобрительно. Вы не знаете, иконы не видели, на первом месте в ад тащит кого? Сатана. Вы не слышали Златоуста, которым больше сейчас священство погибает? Серафима не читали, когда, он говорит, как будто ни одного спасенного нет. И Бог сказал, не пощажу, не помилую. Я указываю, настольная книга, священную житель, 3-й том, 601-й страницы. И они его вызвали, он говорит, какого архиерея это? А священники сидят там, которые сенсоры, ничего не могут показать. Он говорит, ну как же так, не считают. Даже фамилию мою называют, Лапотник какой-то там. Ну хоть назовите фамилию, это автора правильно. Невежество, дикое просто невежество. А сейчас архиерея этот приехал к отцу Иоанну там, которого судьи собрались, и служили они сейчас Смоленской иконой Божьей Матери. И когда-то ничего нигде не было. То есть у них ничего не было. Как они могут опровергать то, что написано в священном тисании? Если он сказал, что из вас восстанут лютые волки. Безбожьи, коммунисты, это только волки. А священники лютые волки. Ну 20-я глава Дианя Апостолта. Вы конкретно скажите. Я говорю о том, что сегодня трагическое положение. Вот патриарх Кирилл вернулся, с Востока проехал, и говорит, положение церкви, тире, духовное разваление. И все это пропечатали газеты. В кавычках. Я добавил, патриарху показали не худшее. Если бы он был там, патриарху, он проехал, имеется ввиду... По Востоку, по Дальнему, патриарху. И он сказал... Он проехал там, в тех местах. Патриарх Кирилл прошел. Разруха, он так сказал, да? Он сказал, тире, духовное разваленное. Эту газету все пропечатали. Я говорю, ему показали не худшее. Где мы едем, там пепелище. Там останки Освенцева. Ничего нет. Храмы пустые. А кто, люди приходят, вот такой есть священник, он игумен, Петр Мещерин. Слышали? Данила Монастырь. И он о некоторых наших ошибках. Книжечка такая называется. Я ответил, ему написал письмо. Не о некоторых, а о тех, о которых не постеснялись сказать. Он говорит, сегодня у нас белый магизм. Просто поп шаманит. Это говорит игумен. И книга, брошюра вышла по благословению патриарха Алексея II. Он говорит, со знанием дела. И он говорит, как приходят люди в храмы дальше, главных ребенка опрокинули, рот ему зафиксировали, положили в рот, все. Где вы это нашли? Яблочные, спасые, ореховые, когда Голгофа кровотошит вся. Вы устроили лубочное христианство. Он ко всем обращается. Лубочное христианство. Это понятно, что такое лубок. Христианство, Златоуз говорит, это не шутка. Для многих это пустой звук, вводящий в заблуждение. Вы слишком высоко берете. Ничего высокого нет. Заповедь Христа для всех «Будьте святы, как я свят». Недостижимый идеал побуждает к делам, которые недостижимы миром. И вот где мы бываем, ну я практически в каждой библиотеке выступаю, они работников собирают. И я вижу перемены в людях мгновенные. Спрашивают, как принимают? Я говорю, принимают по-разному. Провожают одинаково. Как будто мы родные все. Прямо совершенно не хотят слушать. Проходит минут 20, выходит, провожает, благословляет, крестит. Но это еще дает льготу, что православный. Нас уголовную розыстрепит дорогой. Милиция узнает, вы православные, православные. И я говорю, нам дают фору вперед. За то, что православные. Какое же имеет право преследовать другие религии, скажем так, веры, государство, которое не теократическое. Мы для президента все должны быть как дети одинаковые яговисты. И все, если они зарегистрированы. Они зарегистрированы. Как это так? Из-за того, что нам дают православные льготы. Я говорю, мы будем долго кровью харкать. На нас все ополчаются сегодня. Вот сейчас в храме танцевали эти толсовщицы. Нам не надо льготы от властей. Крест – это естественное состояние. Возьми крест свой. Я попадаю под эти льготы. Меня отпускают. КГБ там фотографируется. О, это православные вышли. Наконец-то. Ко мне приезжает полковник. Говорит, теперь мы объединились с зарубежной церкви с вами. Теперь не растопыренные ладони, а кулаком будем бить католиков. Зачем нам Бог дал пальцы для того, чтобы бить католиков? То есть они все православные. Великодержавники говорят, мы за православие, но против христианства. В программу ходим. Я перебью. Игнатий, Денис советует, и вот многие советуют, нам лучше все-таки устранить причину. И сегодня тогда может даже придется никуда не двигаться. Да может не двигаться. Какой? Ну все, мы едем на СТО на какой-нибудь. Хотя бы диагностику. Если сможем, сами исправим. А Денис сказал, это может подшипник быть в этой. Ну, короче, что-то мы сами не сможем. Может, гайки подкрутить всего лишь надо. Надо посмотреть в городе. Посмотреть надо. А не в лесу. Теперь послушай. У нас машина эта не прошла, что по лимиту положено, и бесплатный ремонт. И сказали, в любом городе, где есть сервис, отремонтируют бесплатно. Ну вот, мы приехали первый раз. Последний день, день, двое сидели за рулем. Прошли 1615 километров за день. Это что-то? Вот это и машина. С Тобольска мы приехали в Барнавул. Затеяли в сервис, сервис. Ну, я не шофер. Ты, один дальнобойщик. Трое. Загнали в сервис. Но у нее маленько, там масло не капало. А видно, что появлялось. Никого нету. Я хотел усилить рессоры. Они там сняли 9 тысяч. Пошли, за что 9 тысяч? Когда разобрали, все, это все бесплатно. Ну, за полоску за эту. Ой, мы не по той главе. Я говорю, идите сейчас же узнавать. Это обман, они жулики. Нет, это то, что обманут, но они обманут. Ничего. Они посмотрели, мы ошиблись не по той графе. Полторы тысячи. Ну, полторы и девять разница же большая все-таки. Я говорю, за полторы согласны. Они говорят, а за полторы мы делать не будем. Бросили и все. Да какой же это сервис? Это группа жуликов собрались-то. Теперь отремонтировали, поставили. Мы поехали, утром все фонтанируют. Еще. То есть так сделали, что лужи. Вернулись назад 100 километров. Назад. Снова опять. И снова они сделали такое, что мы до Кузидеева доехали, машина на город встала. Та, которая перед сервисом 1615 день прошла, ни звука никакого не было. Это они все сделали. И что там сделалось-то? Там замкнуло, там попала стружка, там пробило. Встали. Да там нашли мастера. И мастер сам выправил все, когда разобрал. Что он разобрал? Генератор. Понятно? Только можно на сервис. Теперь я с Тевастяном посоветовался, у нас адвокат. Он говорит, да, такое есть. Теперь я еще стал советоваться. И вдруг нас они зафиксировали и звонят. Вас обслуживал сервис, как вы? Я говорю, сброс жуликов. Я говорю, что? Ну я говорю, не начальник с ними познакомился, там книги подарил. Хорошее отношение. А они такие вот красные рожи, даже не лица. И сидят, мы сидим 3 часа, и они 3 часа сидят, дай деньги. Им надо похмелиться. Да какой же это у нас сервис-то? Если бы в Америке сделали бы сейчас известным, к вам ни одна нога бы больше не ступила туда. Вы мать на свои не садите. Ну давайте... Если бы был мастер какой-то, заплатить в частный, чтобы не своровали, не утащили. Я согласен? Не, ну смотри, присмотрим. Или это может случиться где-нибудь в болоте. Это не должно случиться, потому что вы сейчас поедете. То есть хотя бы узнаем... Узнаете. Тогда, Егор, я прошу тебя, пожалуйста, не брось. Заведи до конца наш разговор. То есть я понял, что вы с официальным сервисом готовы, знакомы. Я боюсь... Знаком. Я говорю, масло-то долейте. А оно ровно. Как ровно? Когда ночь стекло. Дейте. Когда добился, ну там у нас всего нету масла. Так, если ты ровно, то разница. Тогда пошли. Выпустили, тогда залейте. Ну как же ты съедешь? Не и ствол. Это просто разбойники. Но они все записали. Сами на меня вышли. То ли специально, то ли... Так уж там и будет. Я им все рассказал о здоровье. Мы вас боимся как огня. А этому шоферу там сколько заплатили? И она все еще... Машина нормальная. А его в своей деревне были ребятишки в лагере. Я сказал за детей, которые деньги отдайте ему. Он мастер. Он знал, что найти. Представь себе. Разобрать и найти там стружку, которая пробила, соединила, замкнула. Аккумулятор. В 3 часа заряжали на 3 минуты. Это какой же это аккумулятор-то? Он ни по зарядку не идет. Ну все, сейчас он узнает тогда. Мы едем. Хорошая... Ну как? Так, мы сейчас перевозим ему то, что я хочу дать. Так. Ващечка, вопрос. Ты не мог бы связи с какими-то священниками у меня здесь, которые близки тебе, чтобы я мог сделать им подарки? С одной целью. Так, ну... Повидеться, пару слов сказать. Да, ну у нас есть отец Николай Абрамов. С ним можно увидеться. Правда, я не знаю, где он сейчас. Их нельзя сюда пригласить сейчас? Ну, может быть, им можно. Я-то застрял, я не поеду в сервис. Куда они поедут сейчас ремонтировать? Ну, по-моему, не можно. Второй день машина стучит. А больше кого я даже и не знаю. Так, вообще-то да. Сейчас... Сережа, пойдем вытащи, перегрузим. Это я положу в виде. И теперь ты открываешь, полное житие считаешь. Удобно? Ну, и все, конечно, по алфавису, как есть. А это как бы автобиографично. И романах пишется, священник, начиная с моего детства. Мои тюрьмы, лагеря. Я следил за Словом Божьем. Мы строим деревни. И какие газеты здесь, заубежом печатали все. Какие документы. Это, видите, все здесь... Это средств истории. Во всех отношениях. О чем мы говорим, это все документировано. Ну, и тут наш сайт указан. Так. Еще какой-то вопрос стоян. Вот это вот старобрящество. Одиннадцатый том, охрытым молоком. Сколько лет вы там работали над всем этим? Сколько лет? 50 лет у меня ушло. 50 лет ушло? 50 лет я трудился. И как я работал? Скажешь, это сколько вы спали? У меня сон был примерно 20 минут в часа в сутки. Я все время работал на собой. Вот я в армии такой раз служил. Я заслуживал, вылечал английский, немецкий, французский. Поступил в университет. Я договариваюсь на разрешение, прикурс создать за год. Все экзамены на одном из языков. Передо мной широкая была перспектива, но в руки попала Евангелие. Все. От прежнего, как от Савла, ничего не осталось. Он спрашивает, а кем вы хотели быть с детства? Ну, один космонавтом, другим. Я с детства желал быть террористом, больше не кем. Ой, почему так? Я все тренировался. У меня везде оружие, ножи. Отомстить коммунистам за подруганную Родину. Это мне отец вложил, показывал, кожили единобейшие, как раскулачили. Савл с чем занимался? Он уничтожал, христиан убил. У меня была коммунистом. Но когда Бог меня коснулся, я впал и раскаялся. Я понял, теперь все это на мне будет. И начались гонения, аресты, психиатрия. Все. Меня только психиатрия 26 лет мучила. Накачивала, вышибали, ничего не могли сделать. Почему? Бог. Мой дивный создатель, он сохранил меня. А это вот издание Нового Завета с толкованием откровения. Это впервые за 2000 лет вышел такой полный сборник толкования. И впервые с иллюстрациями. Выши иллюстраторы Гестава Даре. Мы сами его раскрасили. Посмотрите, как он сделан. Поглядите. С какой любовью это все сделано. Ну, это иллюстратор такой. Это даже такие семирадские, как помели грешницы. Выделены места, которые говорят о необходимости в проводе. И вставлены комментарии 297, видите, Илла Игнатия Ларкина, другим шрифтом, о том говорят святые отцы. То есть, Блаженый Федвак сказал, а тогда Серафима Саровского не было. Я теперь вставляю, вы видите, что это вставка. Я показал, ил, Серафим Саровский, Анна Хроштадтский, Феофан Затворник говорил. Как они заботились о проповеди. Не будет проповеди, не будет православия, Феофан Затворник говорит. Так, здесь примерно, не примерно, а даже 3467 моих стихотворений. 80 из них положено на музыку. Вот они. Это стихи, все прославляющие Христа и желание послужить Богу всем и всем сердцем. А специально есть книга, да? Да, они все говорят. Вот когда говорят люди, благословение, еще благословение, говорят, ты объясни мне сначала, что такое благословение-то? И все. Ну, коротко сказать, благословение-то хорошо, а проклятие-то плохо. Согласны? Да, согласны. А где первое благословение? Не знаю. Первое благословение Аврааму. Благословляющий тебя благословен будет, так? А проклинающий кровь. Я поэтому никогда не проклиная евреев. Никогда. Не касайся. Ты скажи, Господи, да будут они благословенны, пусть они признают тебя Мессией, которого распяли. Господи, как много они страдали, сколько освенцев прошло по ним. И что они же делают, антихриста ждут. Какие они несчастные, эти евреи. Все богатство мира захватили, а душа нищая. А последнее благословение, последнее в откровении, в этом Малахе. Десятина, Господь говорит, принеси в дом Божий. Десятина от 100 рублей 10 принадлежит священнику. Ты их отдай. А, фокузатый на иномарке, я ему давай должен. Тебе не фокузатым говорить надо, а о своей тощей душе. Ты умер с голоду. Вы в наш храм захотели? Бог поступил. Почему? Повелел отдать десяти. Завершие люди признают. Десятину храма отдать. И смотрите, послушайте, я когда ушел, шел первый раз о десятине, это 27 сентября, 62-го года было, я решил, буду отдавать 9 десятины. 50 лет на этом прожил. 9, то есть от 90 рублей, от 100 заработанных, я всю жизнь жертвовал на дело Божие. И поэтому такое обилие Бог дал. А одна десятина, о чем ты говоришь? Поэтому я всегда работал на 2-3 работах. И у меня вот на работах 280-300 процентов, я просто неукротимый был. Пищник, плотник, строитель. Быть прорабом я окончил, мне не давали. Ну, время такое было. Как патриарх Алексей говорит, нас считали не людьми 2-го сорта, намного хуже. Вот так. А то начинает, а это благословение последнее. Принеси десятину в Дом Божий. Пойдемте, чай-то подмес. Спасибо, Иисус. Пойдем в храм. Так. Даша, Даша. Ну, поближе к нам подходите. Пускай фотографируют. Вова, идите сюда. Только я тогда подойду там, сяду поближе. У вас-то нет ничего записывающих? Нет, мы выйдем сами себе записать. Да, вот сюда садитесь-то, ибо. Да, мне легче повышать, я сяду на пол. Нет, нет, не повышать или нет. Я у ваших ног как-то уговорил. Нет, нет, я не могу так. Я тогда тоже на пол. Ладно, мне просто повышать. Чтобы рядом было разговаривать. А когда в залах, где проповедуют, прошу всех поближе подойти. Подожди, какая. Можно спрошу один вопрос? Вот 300 тысяч Евангелий вы раздали-то за сколько? За 20,5 года. За 20,5 года? Мы показываем 30, 30, 30, 30. Мы в каждый дом 56 сел обошли. В каждый дом заходим, приглашаем, даем Евангелие. А то приходит Новый Завет. Это отдельное село. Какое было бы. Мы идем, и идем, и идем. Потом людей собираем в Дом культуры. Перед ними выступаем, говорим о Христе и отправляемся дальше. Мы шли только по воскресеньям. В этом году мы решили приобрести транспорт и увеличили сразу в 6 раз благовестие. Значит, разговор зашел об Ораде. Польшу не отвлекать. Система серьезная. И она немаловажная. И сотворил Бог мужчин и женщин. Вы это верите? Да. Если где-нибудь не верите, я скажу не по слову Божию, ты покажи знак. Все на этом закончилось. Дневник, давай. Кто дал бороду мужчине? Бог. В каком возрасте? Когда он мужает и называется муж. Женщине не дал. Если у женщины растет борода, все понимают какие-то гормоны, там общие половые клетки, и не туда пошло. Нормальный мужчина, это с бородой мужчина. И чтобы это было видно, я показываю, когда разговариваю с ней. Вот сидит Карл Марш, Фридрих Энгельс, у него рот даже не видно. Ничего не постригалось. Карл Марш повеньше. У Ленина одна бородка. У Сталина одни усты. А у Крущева даже наговорились. И все друг за другом идут. Логика. Теперь у меня журнал. Журнал называется Баптист. Большой журнал такой. Он размером большой, но тоненький. 1906 год. Сидят вот так вот у руководителя, а молодежь на полу. И все дарного с бородами. И вот мы собрались в Павлодаре, меня пригласили там провести беседу. И там был Карл Станиславович Сидлецкий. Это муж благословения Божий. У Баптиста, присите. И вот я знаю Павла Сидлецкого в Омске. А может быть, Боротьё, я не знаю. А это Карл Станиславович. А это Павел Карлович. Может быть, даже Руссенович. Я говорю, скажите, вот если бы мы, то есть вы бы оказались сейчас в 1906 году, вот эти ваши братья, а старики там по 70 лет все бритые. Я говорю, вы бы стали брить? Они говорят, нет. Теперь дальше. Вы поступаете по стихии мира, а не по Христу. Вот это слово их резануло. А по Карл Станиславовичу говорят, братья, вы думаете, что здесь говорится сегодня? Это нам никогда не опровергнут. Значит, мы соглашаемся. В 1906 году мы с бородами. А уже в 1956 все без бороды. Где логика-то? И Бог один. И Бог приходил спасать душу, но не тело нам переделывать. Ухо на это место, а нос на это место. Все остается так же. Теперь, я говорю, знаете, у Якова была дочь, и она была любопытная. Пошла посмотреть. А ее сихем, сын Иморов, снасильничал. И написано, и она была очень обесчищена. Обесчищена? Ну что такое девушка честь? Девушка-то девственница. А дальше другой случай. Умер царь Наз. И воцарился Амнон, его сын. И Давид посылает к нему слух. А там уж ей сказали, говорят, они пришли высмотреть только. А это не настоящее. И взяли им половину бороды и остригли. Считали. И отправили домой. Давиду нанесли. Ну, они не виноваты. У них, если открыли половину бороды, остригли, значит, она была бородами. У вас взяли, будут слухи. Что вы там остригли? Когда еще нет, ты сам ее остриг. И Давид их не пустил, а сказал, сидите в Верихоне. Это город проклятия там написано. Пока не отрастет борода. Видимо, каждый день мертвы. Это коротковато. Как она будет? И написано, слуги были очень обесчищены. Дина была изнасилована только обесчищена, а здесь очень. То есть это больше, чем плотское изнасилование. Вот и все. Согласно Слову Божию. Опровержайте. Ну, не буду. Дальше. Дальше. Смотрите. Словарь. Берем библейский словарь. Почему никому не садиться-то? Садитесь. Садитесь, садитесь. Библейский словарь. Изнанный неправославными. Я не знаю, кто там не написан. Ну, видимо, как называемые евангельские христиане. Апостолы все с бородами. Вы не думаете, что они были дуеты? Их в аптисты не забрали. Христос с бородой был. А нам кому подражать? Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я, Христу. Павел был с бородой. С бородой? Христос с бородой. А пророки? Все с бородой. Нет. Ну, насчет вот Павла только вопрос. Насчет Павла, что с бородой или нет? Да. Потому что я видел картинку. Да вы картинки ни одной не найдете. Даже фильм показывает деяния апостолов. И везде... Не наш фильм. Фильм протестантский. Смешно было бы, если апостол брился, когда это был раввин. Бывший раввин, они волосинки не трогали. Значит, вопрос с бородой решается кардинально. Бритву выбросить, шнур обрезать на что-то другое. Не пойдете на это. Нужен решительный шаг. Когда с Терафимом Саровскому подошли братья, мы сказали, почему ты вот сумел, а мы нет. Он говорит, решимости не хватает. Вы руководитель. Там пастор, как называетесь. Вот в войну американцы сделали такое исследование. Убили командира во время войны. Ну дальше-то что делать? И вдруг сержант выскакивает и повел в атаку. А лейтенант сидит в окопе. Он сзади пошел. Почему? У лидера, оказывается, стали исследовать. Должно быть шесть качеств. Так, убери, а ты будешь по пальцам загибать. Пусть ходит, подержит. Юноша, подойди, подержи. Папа запомнит, когда пальчики свои загнились. По порядку, начинаем. Аккуратно. Первое. У лидера должно быть развито воображение. То есть ты должен знать, чем тебе сказали ехать сюда. Ты сразу прикидываешь. Я еду туда, у меня шестеро ребятишек. Денег нет, там продам, не продам. Как это будет? Все, что ты рассказываешь. У тебя воображение. И воображение поставило тебе на колени. Воображение открыло глаза твои для звездных ручьев. Ты должен до конца просмотреть. А будет у тебя не шестеро, а пятнадцать. И ты будешь работать как волк. И ты обязан, ты должен до конца смотреть. Не просто ребенок появился, а где-то поставить предел этому. Или уже работать, кажется, на трех работах. Воображение. Второе. Знание. Знание дела. Ну чем ты занимаешься? Допустим, строитель. Тебе нужно знать, как это сделать, где достать, какой цемент, как привезти, какой транспорт. Это знание. Третье качество. Умение. Одно дело я знаю теоретически, так виртуально. Другое дело, я должен мастеров держать в руках. Я должен вести порядок. Здесь мое хозяйство. Я ему сегодня говорю, здесь твое слово должно беспрекословно выполнять. Иначе это просто разобрались люди, потом подрастать будут, пойдут в мир. Тебя будут гнать. Иначе, что угодно может быть. И сегодня все поставь на свое место. А как? А те, безусловно, ты хозяин. Такой хозяин, слово которого должно выполняться беспрекословно. Притом эту власть Бог ему дал. Бог. История говорит. Как вот Игнатий Игоревич, вот старшим, объясните, как вот ним? Очень просто. Если он верующий. Ну если скажут, а он уже веру потерял, но где ты раньше-то был? Когда он поперек лежал, говорит, лавки-то, а не повдоль еще. Тогда надо было учить. Если Игорь Серахову говорит, сокрушай ребро его, пока оно молодо. Да будет сделавшись упругим, оно не восстало на тебя. И не сокрушайся криками, его Соломон говорит. Ибо ты его накажешь в розговоре, он не умрет. А потом будет благодарен. Вот у меня детский лагерь. Дети совершенно приезжают неизвестно откуда. У меня одно слово, одно движение, все-все выполняют. Не то, что я там диктатор, что над ним. Они любят это. Я им создаю стопроцентную защищенность. У нас нельзя не ругаться, не обзываться. И дети это понимают. Нельзя жаловаться. Нельзя во время игры девочке даже пальцем прикоснуться. Такое сокровище. Вот что вырабатывается. Но все девочки знают, мальчик это глава. Мальчик это хозяин. Это слово тверже камня. Он отец. Благословение отца созидает дом. Ты хочешь, чтобы у тебя был дом нормальный? Слушайся отца. Я сегодня говорил. Вы вот пошли на улицу утром играть. У нас такое правило. У нас иконы есть, но у вас, допустим, там безгармония какая. Мама где-то находится. Подойди к отцу к матери, я думаю, на улицу выйти. Может быть другая вариация слов. Мы так, три поклонок кладем и говорим. Папа, благослови. Бог благословит иди. Потому что всюду везде нечистые силы демона. Священнописание нам говорит. Пал с неба, великой ярости и горе живущим на земле. Написано, откровение 12 глава. Ни шага, чтобы ребенок, приходя из школы, он снова подошел, поклонился родителям. Это в Японии и так. Все у меня благолучная мама. Благослови меня дома позаниматься. За каждым делом обращайся к родителям. Они будут чувствовать полную зависимость. Без вашего слова они никуда. Это так принято было всегда в христианских семьях. Я ничего нового не придумываю. А то у нас так всегда делается. Вот в лагере дети приходят на берегу, дети купаются. И там на пирс. Когда пошли из лагеря, они три поклона положили, перехрестились. Старшему благословите. А идут с воспитателем. Пришли туда, разделись, с ними воспитатели. К воспитателю благословите. Бог благословит. Каждый заходит на пирс, дальше начинает купаться. А они ничего не знают, приезжая дети. Мы начинаем с новой страницы. Не кланяться, не молиться. И каждый день идут занятия. Ему дается определенное занятие, которое он должен делать. Дети каждый день загружены трудом. Не меньше четырех часов. Вот это вот, она у меня будет работать. Она не будет только бегать. И при том будет это делать с радостью. Вот бывает, ребенок придуряется, так скажем. У меня целая система наказаний. Наказаний физических. А каких? Садиться за стол. У каждого должен быть платочек. Потому что у тебя есть нос, и надо потереть. Не руками размазать. Раз забыл. Он переоделся. А вот тополь за 300 метров. Он обязан селить за стол. А он бежит. Сколько он бегает, в рот ему уже не попало. Там второе подойдет. Блюдо. И он бежит топольный листик сорвал. Раз его пользования. Я ему память пришла через один день. Если он забывает одежду, а у вас ребятишки будут, если в другом месте жить, кто забыл там, на улице играл, забыл. Дежурная собирает и показывает. Чье это? А дети-то знают. Это Аленкина, это Анькина, Нюркина, это Мишкина. Так вот ему надо взять эту куртку, бежать вокруг лагеря. Три раза крутить и кричать. Я забываю одежду за станом. А когда он бежит, а в это время все обедают. Он может к чаю поспеет. Все кончилось. Завтра ни одной вещи за станом нигде нет. И родители удивляют, сколько вещей он порастерял, то велосипед на улице. От меня приезжают, все дети все помнят, ни карандаша, ничего не забывают. Мы должны смотреть на эту жизнь, дети, очень серьезно. Нам других условий не будет, кроме тех, какие есть. Вода течет вверх, дым поднимается вниз, а дым поднимается вверх. И мы к этому должны приспособиться. Это я образ говорю. Относительно бороды вопрос сразу снимается с повестки для верующих. Да не верующий, он под стихи мира. Все бреются, и я. Гитлер оставил два пальца. Там у Сталина, у сына, что попало делают. Вот какое оно есть, в каком возрасте, вот она, видите, Бог дал. Ты посмотри, большая энциклопедия Хо Ши Мин, вьетнамский. У него три волосины, или изобретатель радиопопов, может быть, даже четыре волосинки. Но они какие есть. Не надо искать красоты человеческой. Бог создатель мой, вот картина Репина, а я подошел бы, начал его управлять. А это Бог и Его создал. Бог самого меня таким создал. И я благодарю Бога, что я так создан. Я видел людей, которые намного красивее меня. Но я видел людей, которые уродливы меня. И отсюда вывод, я такой, каким себя сделать не мог. И не я себя сделал. Бог меня создал. У нас в семье 10, 5 братьев, 5 сестер. Но вот именно таким меня Бог создал. Что я вылитый отец. Похож на него. Бог дал мне такую же память, как у отца, как говорят. Печатать можно. Я как-то в Майлу друзей приобретал. И нужно против каждого 6 кривых цифр разгадать. Я разгадывал 60 тысяч. Это у меня ушло месяц. Почти всех до одного запечатлел. Вещь абсолютно невероятная. В армии человек теряет многое, говорят. Я был, время прошло зря. Я за армию только изучал английский, немецкий, французский. Выступал, проповедь говорил. Бог дает. А потом занялся испанским, греческим. Но когда я уже уверовал, я все оставил. Осталась одна Библия. Но уже Библию я теперь читаю на разных языках. Сравниваю и понимаю. Ни шага в сторону. И где слово Библия? Всегда лучше ставить слово Святая Библия. В английском языке написано Holy Bible. Так? Это Святая Библия. У них на каждой корочке везде написано. Это хорошо. Отец, господин в семье. И вот в Японии там такой порядок. Утром встали, вот ребятишки. Он сын, она старшая дочь, а они ей не кланяются. Она женщина. Но он, он обязан подойти к матери поклониться. У него поклон вот такой. Это доброе утро, мама. К отцу подойдет он. Доброе утро, отец. Это законно. Проклятие матери разрушает дом. Ну, вообще, да. Что ты хотел здесь? Да нет, наверное, берегись, темно. Ужать. Значит, мы отобрали три качества лидера, которые вам нужны. Первое. Воображение. То есть заранее я должен охватить все, что возникнет. Слово «проблема» я не люблю, не произношу. Называется «нерешенный вопрос». Это американцы его навязали. Вообразить, как это будет, что будет, как будет сохраняться, как продолжаться, кому передается, ну, в общее направление. Потом я еще расскажу о четырех пунктах. Они простые, но их надо знать. Значит, нужно знать, нужно уметь. Вот мы уже, видите, как-то. Дальше. Четвертое качество – решительность. И ты решительный человек, решил, порвал с Новосибирском, едешь сюда, не побоялся ничего. Это внутренняя решимость. И она у тебя есть. Но вот есть еще пятое качество, которое христианам, кажется, не относится – беспощадность. У тебя должна быть беспощадность какая к раздельдяйству, к недержанию слова. Человек в Америке, если пообещал, и он не выполнил, не привез что-то, его все исключают с деловых дел, он проговорит и не будет. А он рассказал, бумагу подписал, махнул. Ты должен быть беспощадным ко всяким недостаткам. Я сказал, так будет. И добейся выполнения его. Или не говори, пусть они творят, что хотят. Ты ему дал задание, пришел. Вот у меня ребенок, он не выполнил, без обеда. Наказывая тело, золотой, он говорит, мы вращуем душу, ибо душа крепко соединена с телом. Ты абсолютный авторитет должен иметь здесь. Слово твое настолько беспрекословно, не подается ни обсуждения, ничего. Но отец сказал, вот нас в семье 10 человек. Отец, ну мы говорим, тятя и мама, вместе они полкласса не кончили. И вот отец пойдет, он коров пасет, а мама на ферме работает. Там 10 коров подоить надо, зерно крутить, отверивать. И дома 10 ребятишек. Бабка там больная, где? Как правильно? И мать скажет, вот отец так пригонит, а вы не выполнили, что он сказал, там, огород полол, каждому две грядки, да, на полгектара там. Мы не знали, что будет. Мать говорит, смотрите, что будет. Что будет, я не знал, но для меня это был сакральный смысл. Это так нехорошо будет, так стыдно. Отец целый день на солнце жарился, а мы то ли сделали, то ли не сделали. Я по сегодняшний день даже не знал, какой смысл, мама вкладывала в эти слова, что будет. Ничего не было, отец не наказал, ничего не было. Что отец скажет? Жили перед ним благоговения. Отец сказал, я один дома, никого нет, ну, на мне двое ребятишек, я должен постирать, пеленки сбегать, в окошечко вылезти, ноги спустить, там сбегать. Из печки там хлебы вытащить, а мне самому 5 лет. Ну, ребятишки подряд шли, их было 12 ребятишек в семье. Но выполнить данные я обязан был, потому что отец сказал. Мама мне сказала, из печки хлебы вытащить надо, но там тяжелые они. Тебе надо, придет тетка Палагея, и она постучится. Ты в окошко посмотри, кто придет, 5-летнему ребенку. А она пошла, а тетки-то нет, а идет другая тетка, ну, отцу она, тетка. И она говорит, ты зайди там, вытащи хлебы из печи. Она подходит. Я говорю, мама сказала, Палагея придет, а ты Настасья. А она ничего не может сделать, я ее не пущу. Вот, 5 лет. И она тогда говорит, ладно, Игнаша, ты открой заслонку. Она командует, лопату возьми, а лопата деревянная. Так потихоньку подсовывай под хлеб-то. Я делаю. И хлебы вытащишь. Я тащу, и рядом зола гребется. Ну, ты золу маленько отодвини в сторонку. Она через окно смотрит и корректирует мои действия. А сейчас ребенок один, он кого запустит, и ты ушел. Придешь дома, может, не быть, все повытащит. Заложи это основание. И последнее качество, которое очень трудно приобретать, привлекательность. Привлекательность образа. Не в красоте внешней, внутренней. Тебя нету. Но в любом деле, которое ты есть там в общине, ты как бы центр, эпицентр событий. Все говорят, а если бы был здесь Игорь, он как поступил бы? То есть они все время будут сравнивать, приравнивать к тебе, а тебя нет. Это привлекательность, абсолютно божественный дар. Есть руководители, пять качеств, у него все нормально. Шестой дикак, он суровый какой-то там, там от него все разбегаются. Он беспощадный, может быть, совершенно без причины. Но нужно все делать соразмерно. Вот я стройный с ребятишками, но я когда прихожу, они походят, они души нещают. Я был больной, и когда меня привезли, операции на позвоночнике делали, я на стройке всю жизнь работал, у меня три грыжи там. Так они ночью не спали, они меня все вышли встречать там среди ночи. Дети. Какое бы дело у них не было, они, каждый бежит, показывает, рассказывает, жалуется. Уезжают когда родители, с родителями дети, ударят в колокол. Ну, у нас называется столик аналой, на котором считаем Евангелие. Тут стоит крест подальше, а тут колокола разные, из разных железок. И вот как только ребенок уезжает, родители оставили. Я здесь, родители здесь, а ребенок там, родители как прокладка. Я его спрашиваю, Валера, тебя здесь наказывали? Да, наказывали, а отец или мать стоят, приехали за ребенком. А несправедливо тебя наказывали? Ты должен при всех сказать. Нет, не было. А за что? Да я заматерился. Так мать говорит, да я за ним все время. А сейчас? А сейчас нету. А как? Очень просто. У меня жгучая крапива вокруг колокола растет. Это лучшее помощница. Я эту крапиву сорвал, положил, провели ртом. Он плачет, он боится. Пакостно, говорит, но трясливый. Теперь, а все в это время молятся. Когда я его наказываю отдельно, никто там не видит, я с ним беседую. Я беру этот пучок крапивы, встал перед ребятишками, смотри. Вот эта крапива жгучая, да, смотрите. Я его голым ртом беру, рву, жую и выбрасываю, меня тоже жжет. Виду не до конца смеху покатывается. Никогда виду не дай, что больно, это канзё японское качество. Никогда не стони, канзё. Вот у нас ребенка стоматологически поведут. Да уж ты не плачь, я тебе конфетку куплю там или шоколадку. А здесь мать сзади склонилась, и ребенку больно, слезы текут. А она, саке, а где канзё? Он, самурай растет. Канзё, канзё, это национальное качество терпения, высшее качество. Вот стоит, говорит, здоровый верзила, киоск. И он домой не идет, ну пьяный. Он колотит в это, люди берут газеты, на него косятся, отходят. К нему они смотрят. А полицию никто не вызывает. Смотрят на него с презрением. А на женщину, которая с уважением, у нее кнопка, она бы надавила, его забрали. Оштрафовали. Домой он меньше принесет. Значит, у него нет канзё, а у нее есть. Вот и Анна Петровна, которая в киоске, у нее канзё есть. О, хороший человек. И я детям это прививаю. У нас за столом, когда сидят, ни звука, ни один не скажет. Напротив каждого стола, шапочка, дежурный, фартуки. Показали первое, второе, третье. Или это молоко. А также чай принеси. Компот. Это вот буква К. По глухонемому. Знаете, у нас глухонемые есть. Дети знают. Легли спать ни одного слова, даже шепотом. И дети привыкают к этому очень быстро. Ну а бывает, что разговаривают. Ребенок бывает, у меня там в палате такие как. А он мне в нижнем низу лизует, ноги поднял и давай доски качать. А тот захохотал, что-то там взял. Воспитатель подошел. Кто смеялся? Никого нет. Выходите всем. Одевайтесь. Все вышли, чтобы комары не кусали. Два часа. А два часа много. По полчаса. Ему крутик в руки в одном месте, другое в другом. Это нас сегодня охранники. Завтра ему снова. Ни один больше не смеется. А с этим я могу пойти, беседовать о звездном небе, рассказывать. И дети понимают, он наказан и в то же время получил то, что другие не получили. Вот это шестое качество. Ребенок понимает, что я беспощаден к нарушению устава. И в то же время, в то время, которое шесть наказаны, я их беру, пошел к озеру, все рассказываю. А они другим потом скажут. А тот готов быть нарушителем, что-то. Вот там у меня есть такой ролик, Яша. Маленький пацаненок, 20,5 года. А я видел его. Видел? Яша плачет. Яша плачет. Как он из матери веревки вьет. Да, показывал. А так, я ему, говорит, цельную ровную кружку купила. Все дети перестали плакать. Так вот, видишь, как тебе сказать, не знаю, как у вас там в деревне. Здесь-то, ну, сейчас уже в последнее время стало тяжеловасто. Вот что ты говорил про юниверинальную юстицию, понимаешь? Они могут отнять всех детей в один день. У любого. Притом не то, что у вас, а у любого. От чрезмерной любви. Нет. Вот недавно показывали как раз вот эту ситуацию. То есть вот в этой программе была, пусть говорят. Отняли шесть детей. Он пришел домой, у него просто забрали их и все. Просто приехали, сфабриковали дело, да, что они их не кормят, что они там это хотят. Он говорит, как не кормят? У нас вот, он там аж психует, ну, то есть, правда, он неверующий. Он холодильник открывает. Он говорит, посмотрите, вот еда. Вы что, то есть это, дети плачут, говорят, ну, то есть, верните нас. Нам дома было хорошо все. Все сфабриковали дело и нет. Шесть детей собрали. Они, по-моему, ходили, побирались у него. Ну, это, это опять же они там сочиняли, что побирали. А другие говорят, нет. Да, может быть, да. Может быть. Ну, вот тоже вот так вот. Но тоже с другой стороны. Как отняли? Ну, на каком основании? Понятно. Это мне, конечно, я не защищаю. Любой вопрос. Вот у меня, когда вы зайдете на сайт, я там отвечаю. Это 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология. Это энциклопедия. Но все на Слове Божьем. В каждом томе у меня 3000 раз приводятся места священного писания. Притом, не просто приводятся, а прямо текстом. У нас, если нет любви к Богу, тогда мы имеем 10 мнений. Когда мы знаем точность значения Слова Божьего, у нас одно мнение. Мы все одинаково. Мы одинаково понимаем. И тот новый завет, который я вам дал, вас всех поставит в один ряд. У вас не будет. Там дело разваливается. Вот напротив вас вы придете к единомыслию по любому вопросу. Вы еще сейчас не осознаете, какое сокровище в ваших руках. Это тысячелетие на этом церковь стояло. И вот когда люди говорят, что это на церковь, вы своим людям скажите некоторые слова. Скажите, подождите. Ты осуждаешь. Ты видишь глазами, вот она православная церковь. Церковь православная, это не купола. Это то, что с первого века идет. Вот скажите, вы Библию любите, ваши люди все скажут, любят. И это хорошо. А кто Библию сохранил, когда было книг намного больше? Кто? Церковь Христова. В 324 году канон был установлен. Канон. А там было в то время столько книг и откровений Исаиев. Там чего-то не было. Церковь оставила вот эти книги. А Евангелий было около 20. Церковь оставила только 4. Откуда бы ты знал-то? Это церковь. И церковь никакая, это другого названия у нее не было. Каполическая, православная. Она сохранила. И поэтому будь благодарен. Иудеи, говорит, преимущество велико во всех отношениях. Она и пащет в том, что им верено Слово Божие. Ты же можешь обращаться там грубо. Ну ладно, она стерпит-то. Но есть один момент, ради которого ты не имеешь права так поступать, дабы не было препятствия в молитвах. Ну, она скажет, да я такое дело, тебе завтра не приготовлю есть. Обойдешься, у тебя, смотри, сколько лишнего. У человека должен перегнуть вот так, должен 12 миллиметров быть. А в молитве-то вместе-то не будете. Чтобы не было препятствий. И вот это, что не было препятствий, тебя должно удержать от неправильного отношения к жене. Это главное качество, оно божественное. Я боюсь остаться без молитвы. А если кто-то на тебя гневается, оставь твой дар, иди прежде, берись. В первую очередь, со своими, с близкими, с родными. И так по абсолютно каждому вопросу, какой бы мы ни взяли, он решается согласно Слову Божию. Теперь, вы считаете Евангелие от Матфея. Но он уже не на еврейском языке. А кто его перевел? Ну, отвечай, руководитель. Нет, оно уже на греческом было написано. А? Оно уже на греческом было написано. Евангелие от Матфея на арамейском. Не на греческом. На арамейском. На арамейском. Кто перевел псалтырь? Не беда, что вы не знаете. Беда будет так, когда вы не будете хотеть знать. Человек один не может все знать. В моих книгах это говорится. Герасим Петрович Павский. Эти книги он перевел. Павский. Это такой был знаток еврейского языка, что для евреев он писал учебники. Для школ. Учебники пишет человек, это профессор, филолог, который знает язык от первого до последнего. Дальше. Профессор Хвольсон Давид Аврамович. Крещеный еврей. Доктор филологии Лепсевского университета. Ну, про Александра Мения слышали? Который за румяем. Вот у меня 20-я книга. Это мои беседы с ним там. Мы их беседовали. Теперь она на пленку записана. А с пленки теперь в Word перевели. Но он еврей. Он работает с оригиналом с еврейским. Я говорю, отец Александр. А вы можете вот так переводить, как Хвольсон? Он говорит, да вы что? Разве сегодня таких просто нету? И сегодня какие-то там библейская лига берутся переводить. Потому они развалились. Они посигнули на священное. Поверь, Игорь, никогда никому не отдавай предпочтение, как синодальному переводу. Четыре духовные академии переводили. Один из присутствующих в синоде был посвящен принятию того, что здесь есть. Наш перевод синодальный, который вы все имеете, который Евангелие есть, один из самых лучших переводов в мире. Ты просто затвердись на этом. Если не веришь, сделай сравнение. Я делал сравнение на разных языках, считал. Нет этого. Я разговариваю с теми людьми, которые знают. Он говорит, я начал читать по-русски и вижу, это далеко от того, что у нас есть. Это не просто были знатоки, а особые харизмой обладающие. И поэтому с той горой за русский перевод, все на дальнем переводе. Его все имеют. Писиатики, баптисты. Все, которые находятся на территории России. И просто не позволяйте кощунствовать. Я считал, это лига, которую переводили. Тем более, Касьяна и епископа я его насчитал. Ну, это просто для знания. Но нигде я его не употребляю. Легко идет человек на эту перемену, который не знает ничего наизусть. Как я пойду, когда я наизусть его знаю? Оно у меня просто не проходит никак. Ну, вот у нас так же. А который ничего не знает, ему разницы нет. Мы знаем наизусть, нам сложно. Все равно современный перевод. Но мы читаем, сравниваем. Нет, ну вот как ты говоришь, да? Но все равно, если мы знаем наизусть современный перевод, не надо. Святая Библия. Откровение Божие. И вот, когда мне дали Библию, это было 27 сентября 1962 года. А хозяев вышли в другую комнату. Михаил и Англия Еремеевна. Я считаю, а я всегда находил безбожие книги, где о Боге, я выписывал себе. Но глава стих, что за цифры, я не знал, мне никто не говорил. А я их выписывал и знал, что вот эти слова, они непобедимы тем, кто нападает на них. А что это атеист нападает на них? А вот эти слова из Библии я не имел, у нас не было. И когда мне дали в руки Евангелие, и они в другой комнате были, когда они зашиты, ну, допустим, через 20 минут, я уже был готовый христианин. Я склонился, и как будто я всю жизнь считал Библию. И слова эти не буковки, а мне как голос какой пролился. Это от Бога. Я не мог слез остановить. Господи, Ты со мной заговорил. И я принимаю это не от Матфея. Это Бог, Духом Святым нашел место, куда вложить. И оно зашло, и нашлось точно в притертом состоянии. И перешло на руки, на сердце, на глаза, на все. Это мой Бог со мной заговорил. Мы должны просто понимать, что с нами Бог говорит по такой любви, таким языком, чтобы оно воспринималось за нами. Я могу с вами сейчас трансцендентальным языком заговорить, как будто по-русски. Вы ничего не поймете. Это такое абракадабра. Я говорю самым простым языком. Про меня писали статью, говорит, качество Латкина в том, что самые сложные вещи. Он преподает таким языком, что неграмотная женщина их поймет. Вот в этом наше искусство. Господь всегда говорил простые вещи, простые сравнения. Есть Евангелие от Матфея, 13 глава, 33 стих. Самая короткая притча. Царство небесное, подобно закварски, которую женщина взяла, положила, в тренеру мыть и доколе скислом все. Толкуй. Слушаю. Но разве это хорошо, руководителю так отвечать? С сегодняшнего дня, дорогой Игорь, ты это не можешь сказать. Ты открываешь первый том и считаешь. И твоя душа будет такая ликующая, что ты обратишься, вас как звать? Люба. Люба? Это вот ты скажешь, Люба, иди хоть на минутку вместе, прославим Бога. Какое чудо нам Бог дал. Ни одного местописания у тебя не будет вот этого вот. Ты открыто будешь считать, и все только будут спрашивать, а что это с ним сделать, откуда это он все знает. Я знаю пресвятеров, с которыми это было. Откуда узнал? А ты не бойся сказать. Есть Евангелие с толкованием Семенской Церкви. Может, слово православное даже не говорит. А когда люди это поймут, они у тебя будут просить. Вот каждое слово, до единого слова, все изъяснено. Три меры муки. Допустим, взяла закваску. Что значит закваска? Закваска в данном случае душа человека, это женщина, душа человека, которая берет слово Божие и положила в три меры муки. Почему не в четыре? А вот слушай. Слышанное слово попадает в уши. Не в глаза, не в рот. В уши. Это первая мера. Ну, говорит, ушами слышите, говорит, и не разумеете. Дальше оно не прошло, перекрытое. А второе, отсюда должно перейти на сердце, от ушей, ну, когда я уверовал. Но вера без дела мертва, теперь отсюда должно перейти на руки, на ноги, на все члены. Вот и все. Ты должен услышать, поверить, исполнить. Из этого состоит Царство Небесное. Вера от слышания, ну, ты согласен. А слышание от Слова Божия, вот тебе закваска. А если человек услышал, говорит, ну, нерастворенная вера не принесла благодать слышащим, так? Римлян говорит, значит, нужно, чтобы сердце растворило. Да так. На каждое слово отвечает. Аминь. Говори, Господи, слушай, это Раб Твой. Мы когда молимся, ну, мы отдельно молимся, может, вам не подойдет это. И мы в конце вот так все простираем руки и говорим, Господи, говори. Соединю мою молитву с молитвами всех святых на небе и на земле. Соединю мою молитву с молитвами тех, кто молится о благе для меня. И прими мою молитву о всех, кто просил о них молиться, кто ждет исполнения. А далее, говори, Господи, слушай, Траб Твой. И мы молча стоим и прислушаемся тонкому голосу, веянию тихого ветра. Что мне Бог скажет? И тогда это принимаем. На каждой молитве мы останавливаемся и прислушиваемся. В духе истины Бог ищет покойных. Православные этого не знают. Поэтому для православных мы нередко чужими являемся. Но глядя на нас, они понимают, что это именно то. У нас в храме, когда люди заходят, ну за 7 минут до начала богослужения, встали, никто не передвигается. Все, замерзли. Не крестится 7 минут мертвой тишины. Мы молча благодарим Бога за эту неделю. Чтобы служение нашего священника было огненным в духе святом. Чтобы душа наполнена с любовью и светом неизреченным. 7 минут. Через 7 минут открывается алтарь, начинает священник говорить, тогда уже аминь. Мы ничего не добавили, мы просто вернулись к истокам. А на нас смотрят, как баптисты, как называют. Согласен. Как угодно называйте. Но душа должна иметь доступ к голосу Божию. Слышать это. И маленький ребенок, он тоже на молитве прислушается. Я однажды слышал такой рассказ. У отца много детей, вот как у вас, благословенно будет ваш дом. А кто-то пришел. Отец молится. Папа читал Библию. Девочка сказала, папа готовится к проповеди, нельзя трогать. А потом кто пришел, говорит, посмотрите, папа освободился. Папа молился, а сейчас он слушает, что Боженька говорит ему. Его трогать нельзя. Отец после молитвы склонился на коленях и стоит, и ждет. И вот Бог положил на сердце. А как положил? На столе журнала «Огонек» посмотрел, «Смену» посмотрел, другие журналы. О, 10 минут до службы. Что Бог положит на сердце? Да что он тебе положит из-за «Огонька»-то? Ты за Библией проведи времени в 10 раз больше, чем за столом. И ты увидишь, что он тебе положит. А если только журнальщики разные считал, да еще и фильмы какие-нибудь посмотрел, там ложить не буду уже. Оно переполнено, и уста, говорят, это избытка сердца. И это нужно завести не завтра, а сегодня. На молитве все вместе. Иначе человек будет изгоем. Ну а вы как? Допустим, я сегодня принял ваших детей в лагерь. Я бы принял все бесплатно. Далековато. Слишком дорого. И вот прям завтра я бы их принял. У меня все возрастные группы есть. И завтра они у меня вставали все в 5 утра. В 5. И целый день они до завтрака у нас, в первую очередь, мы сходили, воды принесли. Дальше молитва. Чтение Слова Божьего с толкованием. Дальше работа. Пили дрова, вода. В 8 завтрак. После 8 распределяется на работу. Через каждые 45 минут или купаются, или качаются. Потом опять работа. У нас все вышищено, вылезано везде. Вот такая вот маленькая, где она была тут? Крохотунка ушла. Она на кресле спит. Туда она где-то? Да, он бегу на кресле. Сморилась. И она будет работать, травинки рвать. Она тоже помогает. У нас тоже все помогают. Помогает это не то, что помогает. Ей определенный участок дается. Она знает это ее место. У меня были, которые не хотят работать. Не хотят работать, во время еды он сидит напротив стола. Стоит. Так он стоит, ревет и говорит, хочу работать. Не ездить, а работать хочет. Ему дается отдельная работа. Или ребенок. У меня живот болит, я не могу работать. У меня скамейка там длинная. Пожалуйста, садись там. Тебе легче будет. Но запомни, играть ты не будешь. За столом ты не будешь. Целый день будешь сидеть. Да вроде не болит уже у меня. За стол надо. Все. Не надо ничего больше наказывать. Вот один раз, два раза ты ребенку хитро снял все. Дальше наливается в общее. Это формируется новая душа. И поэтому родители так удивляются. Какой ребенок он вообще вне как будто этого мира не видел ничего. Сестренку там долбит. Бабе не подчиняется. А тут подбежал, маму целуют. С отцом разговор. Они его не узнают. Да Валера, ты ли это? Притом это ежедневно и постоянно. Мы делаем четыре раза в день разборку. Кто кого обидел. А жаловаться нельзя. Он ее обидел. Она маленькая. Но она должна сказать ему. Петя, ты меня обидел. Пойдем к старшему. Он не идет. Тогда она имеет право пойти. То есть заявление написать куда следует. Он обидел. А бывает заперся и не соглашается. Не сознается. Я над ним поднимаю руку. Над тобой наказание. Сознаешься нет? Наказать не могу. Но запомни. Ты попадешься и тебе 10, 5. Я тебе все верну. Трое против него свидетельствуют. А он нет. Он не соглашается. Не сознается. Я его не накажу. А как наказывать? Наказания очень много. Вот у меня девочку привезли. А ей, наверное, лет где-то 7 было, 8. Она дома сама корову дует. Молоко возьмет. На трассу выйдет. Новосибирск-Барнавал. Продает шоферам, чтобы купить хлеба. А мать запилась. Что с нее спрашивать? Она с бабушкой живет. А ее привезли у нее в Шиво. Ну, ребятишки-то узнали. И один ее обозвал в Шиво. А мы в этот день ее обработали. Со мной обработку сделали. Ей обидно. Она пришла и заплакала. Ее в Шиво. Но для ребенка это... Ну, понимаете, это же ребенок. Уязвимость души. Так, кто обозвал ее? Ну, еще с вами. Алеша. Алеша, выйди сюда. Посмотри. Вот найди у нее. Вот он ее начинает. Нет ничего чистого. Вот, Алеша, тебе наказание. С сегодняшнего дня ты все время будешь с Ирой играть. Ты будешь сегодняшний день защищать ее. Понимаете? Это другой уровень, нежно я бы взял, да, отхлестал ее как. Или, ну, бывает ребенок, который не соглашается с чем-то, там, против девчонки. Вот я говорю, я ставлю ее. Вот такая ставит. Вот ставь сюда. Сколько тебе лет? Она говорит, пять. Да, пять с половиной. Ну, я говорю, посмотри. Ну, уже ее сегодня, уже, сегодня ее видно, какая она красавица. Она статью всем вышла. Ты же вокруг нее через восемь лет винтов будешь ходить. И как ты смогу постронуть? Стоит, закрылся. Садись. Ему нужно до души дойти. Ну, ее сразу, видать она. Какая у нее стать, какая у нее улыбка. Я говорю, сегодня, говорит, на форум уводи. А ты ее обидел. Там, ребенок-то бывает, пнул и ударил. Ты же понимаешь, что ты сделал? Ну, как я сорок лет начальник детского лагеря. Сорок лет, это тысячи детей были подняты. Без помощи государства, ты учитываешь все. Обслуга этого, тот воспитатель стоит. Никто ни рубля не получает. И я никто. Почему? Мы любим Христа. И где вы, что не сказали? Это тоже, сколько работал работником в лагере, этот постоянно там, Бог, мой Бог, переделал мою душу. Он ее иной сделал. Он сравнил меня со всем, что окружает меня. И мы детям однажды внушили, а он старший не понимает. Ну, делает по-своему. Найди дорожку. Поставь его перед фактом. Ты нарушитель всех. У отца есть власть заявить правителям города о твоем непослушании. Сын мой мой, ты пьяница. И что? И в этот же день побьют его камнями. Сегодня не побьют. Тебя ад ждет за это. Огорчающий отца и мать. Вы знаете как? Какое наказание им будет? Почитай отца и мать, и будешь долголетием на земле. Никаких таблеток не надо. Ты будешь долго жить. У тебя будет разум, честь. Напоминай ему. А огорчающий отца и мать умрет рано, и глаза его выплюют вороны дольные. Притча Соломона. В ребенка просто надо нам вмонтировать вот эти слова, и чтобы он их повторял и знал. Глаза для воронов приготовьте. Попросить прощения не завтра, а сегодня перед сном. У папы огорчал, у мамы обними его, поцелуй и поклонись ему в землю. Так положено. Даже мать Соломона пришла и поклонилась многим ему. И больше никогда этого не делай. Какое горе, когда потеряет человек родители и на память будет приходить, а ты его обижал. Этой обидой ты наносил ему рану сердечную. Ты сокращал его жизнь. Ты сделал соубийство фактически. А ты даже этого и не знаешь. Я не конкретно говорю кому-то, но просто это ребенок должен понимать. Он дал тебе, родители, жизнь по повелению Божьему. Мать тебя родила. Сегодня, знаешь, за перестройку в России убито. 120 миллионов абортов сделали. Это государство огромное. Как же не потерять его? Мы будем готовиться к молитве ночной. Вы-то как молитесь, мы не знаем. Мы можем просоединиться. Нам нисколько не странно. Мы ходим в собрания, в активистов, в пенсионников. Нас ничто не смущает. Но когда мы молимся, кого-то может там и смущает. Ну, мы православные. Мы изображаем на себе честной и животворящий крест, орудие, которому сатана был разбит. Кровью креста его, Павел в послании говорит. Не Христа, а креста. Крест это жертвенник. Там был жертвенник, на нем негнено. Есть крест, на нем агнец Божий. Это жертвенник. А написано, всякий, кто прикасается к жертвеннику, освящается. Поэтому тут все стоит на месте. Мы не призываем, давай кланяйся к кресту. Мне говорят, что бы вы сделали, ну, допустим, я имею власть, епископ или патриарх. И обратились бы баптисты, писятики. Как-то быть нам вместе, то что бы не против. Но скажут, мы согласны. Но только чтобы у нас икон не было. Иконы не спасают, пусть не будет. Главное, чего вам не хватает, истинного священства. Это я уже конкретно говорю вам. Истинное священство, то, которое идет от апостолов. Апостолы в руках положили епископов, епископы других, и так до наших дней. Если существует где-то разрыв, ни от кого, это все выдумка и самозванство. Дофана, Верона и Кореи хотели и жильем в ад пошли. Чтобы этого не было. Поэтому моя непрестанная печаль, Павел говорит, о родных мне по плоти из реветчана. У меня постоянная печаль о всех, которые не в православной церкви. И не за то, что у вас там нет мощей, нет ризы, да никакого значения этого нет. Нет рукоположения, нет рукоположения настоящего, нет таинства. То есть воспоминания. А здесь тело и кровь должна быть, которые дают жизнь вечную. Это не воспоминания только. Сие есть тело и сие есть кровь моя. Вот это центральный вопрос, который нас разделяет. Где нет рукоположенного пастоства, нет церкви. Просто собрание, как вы назвали, общество распадающееся, церковь была и будет до скачания века. Она образована не 10-20 лет назад. Вот есть новая жизнь. Мы посетили, а когда вы возникли? Ну, знаете это конкретно, когда? Ну, мы от апостолов. Запишем давайте. Вы от апостолов. Я был у баптистов, они говорят, мы от апостолов. Песятники, мы от апостолов. Но баптист 1-й, в 1609 году, Желан Смит, ну, не в 1609-м Христос церковь основал, он говорит, создал церковь, и врата Ада не одолеют. А какой церковь он говорил? О которой будет через 16 веков? Или сказал, все с вами в осенне до скончания века? Ну, мы должны поставить здесь точку. Так вот, ребята, обман не приветствуется Богом, лжицы в озере Огнено будут. И вы должны сказать себе, что мы образовались 20 лет назад. Я называю город, Жерси, где это было. А откуда вы это знаете? Ну, просто я знаю. Я знаю, считаю литературу. Ну и не церковь. Вот и все. А чтобы быть церковью, должно быть рукоположенное священство. Пока нет рукоположенного священства, это не церковь. Откуда знаете деяния апостолов 14.23? И рукоположил пресвитеров к каждой церкви. А зачем рукоположить? 1.5 к Титу. Для того я тебя оставил, чтобы ты довершил недоконченное, поставил пресвитеров. Значит, оно недоконченное. А Павел бы пришел, Тит. А там уже стоят пресвитера. Он признал их? Конечно, нет. Нужно помнить, что все Ветхозаветнее было тенью будущих благ. Тенью. Так вот, Ветхозаветнее левее священства, оно не могло быть из другого колена, из Иудина. Никогда. А Новозаветнее по чину Минокиседека от Христа идет. И написано, с переменной священства должно быть перемен на закон. Не с отменой священства. Это вот, это самое центральное, из центральных, о чем мы говорим. А возможно это? Да, возможно. Практически, практически так. Вы, начальник, другой, старшему, вы должны к этому прийти, к знанию сказать, а давайте мы пойдем к епископу. К Капуму. Есть пять, ну, неправильно это, но я назову это, ветвей, которые идут от единого корня. Это православие во всех его направлениях, где церковь есть. Староблящество, католическое, Григориевно-армянское, Копское и Сирское, все. Вот это обрамление, граница церкви. Дальше уже ничего нету. Это те, которые от апостольских времен сохранили рукоположение, херотонию. То есть, что мне не нравится православие, ваше право, пойдите католикам. Чтобы они рукоположили вам минимум двух епископов. А эти рукополагат, перерукополажат, и вы будете иметь полную силу благодати, совершать таинство, ну, все, что требуется в церкви. Я обязан вам это сказать. Ты скажешь, а я это не принимаю, меня это уже не касается. Ты мне сказал, я принял, не принял, но ты сказал, ты направил слово, а я его, говорит, бросил за себя. И Бог с меня взыщет. Мои слова понятны? Все. Пусть нас ничто не разделяет. Мы хотели сегодня, а завтра будет поздно, чтобы вы спели, нам и записать хотели. Хоть вот это, которое у вас там есть стихотворение, мне очень понравилось. Давайте. Душа без балка, счастье не имеет. А это Игорь один поет его. Ну, пусть один. А с семьей? Посмотрите, который короб, поете все вместе. Это нам будет на память. Давай совершенствовать. Мало того, мы потом в интернете даже выставим. Потом мы отойдем на молитву и разойдемся спать. У вас тут свету нету, да? Есть. Включи. Ой, не, не туда. Не туда. Пускай горит везде свет. Не туда. Вот туда включи. Вот туда включи. Поближе подойдите, чтобы голос был слышен. Надо ближе подойти. Издалека не надо. Ну, вот это подойдет. Не надо. Совершенство поет, поем? Да. Да? Да. Или что, Любаша, или что ты предложишь? Пое лимон Господу. А? Пое лимон Господу. Давай пое лимон Господу. Ну, хоть топки. Или оба. Давай поднимай. Ага, пока я его забыл. Я какой-то же лимон. Сейчас. Давай совершенствуем. Ага, пока я его обояну. Я не могу. Давай. Ага. Субтитры делал DimaTorzok Снова файлы начинают сразу? Да, 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 я так и сделал Подожди, Катюшка, ты мне тут немножко Опа, на провод кто-то из вас наступил Субтитры делал DimaTorzok Все, все Дима Торзок 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 Пой аллилуйя Господу Слава Господу! 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 препятствующая благовестию. Пробуди эту несчастную страну, которая не знает тебя. Будь милостью к еврейскому народу. Пошли к нему миссионеров засвидетельствовать о истине твоей. Чтобы они приняли благословенное тобой и тебя, Бога истинного, Спасителя мира Иисуса Христа. Японскому народу даруй добрую землю. Так многое пропадает здесь, дабы они могли услышать благую весть о тебе, о Иисус. И в эту ночь мы просим, защити нас от пожара, от воров и от нечистой силы. Дай телу, сон, душе покой. От страха ночного избавь нас. И услыши молитвы всех молящихся о нас. Ты благословил наш ход в этот дом. Сохрани, защити нас всех и благослови выход. Имя твое да будет прославлено в жизни нашей. Наполни сердце нашим благодатью Духа Твоего Святого. Мы дети Твои, Господи, избранники Твои. И мы просим, не дай нам уклониться ни налево, ни направо, но во всем видеть всевовущую руку Твою. Хвала Тебе, слава Тебе, счастье и поклонение за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо большое. Там есть... Да, постели на... Воспыты стоять. Постели на... У нас один день, когда мы не торопимся, потому что... Мы все равно спасли успехи. Если даже встанем в 5, то нас будет ладно. Нет, вы не встанете, короче. Братья, вы можете встать пораньше, то есть... Можете выйти... Э, вы хотите отдохнуть, да? Все, отдыхайте тогда. Мы думаем... Я часов в 6 стою, поэтому нормально. У нас не принято рано обед, но у нас обстановка такая, что иначе нам дарющее время придется. Мы немножко перекусим, и тогда мы расстаемся. У нас все спят нормально, то есть, если даже вы встанете, будете там готовить что-то. Нет, готовить мы не будем. У нас что есть, то есть. Да, мы как бы это... Нормально. Чтобы закрыть ворот. Все, нет, я часов в 6 стою нормально. Будильник можем поставить хотя бы на полшестого? Хорошо. На полшестого? И разбудить нас всех. Мы сегодня будильники свои можем даже не заводить. Хорошо. У нас на 2 часа разно стало времени. Хорошо. Так, у меня одно слово хочу сказать. Хочу сказать одно слово. Любовь. Любовь. Вас не обидеть. Но сказать одно слово я просто обязан. Скажите. Это, ну, я гость, я как бы и не имею права. Вы видите, у вас здесь много, и мы видели, мусульман ходят. Вы видели, как они одеты? Видимо. Мы сегодня только об этом говорим. Чтобы никогда девочки не надевали в брюках, не ходили. И вот эта вот грудь у них всегда, вот она, ошейник, видите, воротник вот как закрытый. Вот эти вырезы устранить. Потому что самое ценное у женщины грудь. И ее, это как сокровище самое ценное, нужно охранить. Никого не допускать. Это сокровище принадлежит тебе и твоему избраннику. И это нужно с малых самых лет. Вот так вот воротничок сразу сделать, и целомудрие никому еще не мешало. Отец, ваши девочки красавицы, хороши. Сохраните их целомудреными для Бога. Хорошо. Вы только не обидитесь. Потому что, понимаете, это наша жизнь. И нас много мусульман, и мы видим, они надень сестра хиджаб, надень они, они у нас вот где, вы видите, в картинах, которые там. Вот она молитвы, так-то они бегают. Но грудь должна быть закрыта. Почему? Потому что это наивысшая ценность, ну, на что враг посягает больше всего. А хозяинам за это много лет должны быть. Понятно. Понятно. Хватай мяч, а со всех ног сюда. Повторить. Хватай мяч, сюда, сюда. Все. И вот это Фрася слышал, а ты не слышал. У вас что, слухи разные? Не знаю, я не слышал. Я уши вам что-то прощищать буду, или что? Кто не слышал сейчас, вы сейчас бегаете до костра и вернетесь обратно. Наказание вам. Дальше. Ну-ка, выйди сюда, Андрюша. Поступила жалоба, расскажи. Старший воспитатель, исполняющий обязанности начальника лагеря. Виктор Савченко. Несколько дней назад, кто-то из ребят, я уже не помню, говорили, что опять он сквернословил. Я не сквернословил. Так, тихо, пока. Пока не спрошу, не разрешу молчать. Но второе очень грубое тоже нарушение было. Он потерял кепку свою. Я ему говорил, не лезь купаться с кепкой. Ну, он полез, я уже не стал. Он топил ее? Ну, случайно. Он очень там плакал, рыдал. Видно, что для него это было. Куражки? Да. А тут Нестор подошел к нему и стал как-то, как бы это выразить-то, ну, прицепляться к нему, что там. Он подходит, вот, железный бак с водой. Нестор сидит на той скамейке. Он атаковал ее в железный бак его. Ну, это при мне было и потихоньку. А если бы меня не было, он бы, наверное, мозги бы размазал его, наверное. А пусть руки-то еще за наполеоновскую форму. Так, так было с Нестором? Да. А что это означает? Да пусть он... Ну, кто разрешил тебе? У нас в лагере никто не имеет права ни обзываться, ни драться. А в железный бак головой будет ребенка. Иди сюда. Сколько тебе лет? Шесть. Шесть тебе? Двенадцать. Ты справляешься с ним, да? А ты вот с этими богатырями справься. В два раза. Давай, стукни его. Кто кого победит, тот того головой, а бак стукнет. И завтра домой-то везти нечего. Одни ботинки останутся. Ну, посмотри, какие ребята сидят. Это значит, ты обижаешь слабо. Вот какое выражение. А у нас даже слабого нельзя обижать нигде. Сколько раз я тебя уже предупреждал, что у нас материться здесь нельзя спернословить. Было? Было. Почему спернословишь? Я не спернословил. А? Так, кто, ребята, слышал это? Ну, громче, говори. Кто слышал? Я не спернословил. Ну, я это не слышал. Несколько дней назад кто-то говорил, что... Я не... Где его слышал? Докажи. Я когда приехала сюда, я проходила мимо Фросси, он у березы за кем-то гнался, я не помню. И сказал мат. Это когда ты приехала сюда, это давно-давно было. И там еще недавно ты говорил. Ну, она приехала без меня. А до этого уже с тобой мы договорились, и ты мне твердо обещал, этого не будет, уже многократно тебя ловили. Ну, было это неделю назад, она без меня приехала-то. Я уезжал, я уезжал еще, Ваня был. Когда было, когда не было. Это твой язык. Зачем ты это делаешь? Русский язык такой богатый, что его лексикон просто не нуждается в засоряющих словах. В мусоре, в грязи в этой. Он, как только приехал, мы рассказали, что мы живем в лесу, в яме. Ангела часто говорит, что мы живем в мусорной яме. Ну, ладно, это не важно. Это не такое дело. Так, руки опустили. Почему сквернословишь-то? Ну, как не знаю. Но я могу спросить тебя про то, чего не знаешь. Почему в Японии крыша загнутая? Ну, ты знаешь, почему ты загибаешь слова? Скверно. А Несторон, за что ты так? Просто он сидит вот так, а я кексы потерял, злит. Ну, и что, от этого что? Ты мозги вправишь или что? А ты какой-то дух чикатило. Такого ребенка, который намного позиции ниже тебя, меньше веса схватить. Видел это? Я говорю, с тобой биться не надо, нисколько. Ты попал не в тот лагерь. Мама, бабушка, страшно и страшно хотели, чтобы ты здесь был. Понимаешь, что у меня здесь нету. И тут должен быть порядок тот же самый, что и при мне. Я приезжаю не каждый день сюда сегодня. Нынче. Тебе уезжать завтра, так? Значит, сделать полный расчет, а не заплатили до второго. Сколько там лишние деньги вернуть, чтобы кто повезет. И высчитали за дорогу 200 рублей шоферу отдать. С ними договорились. А остальное, чтобы шофер учил родителям. Исправления нет. Вот беда-то какая. Ты научился есть первое. Первое не умел есть за 12 лет. Он игрок. Понимаете, игрок в эти игры компьютерные. Вы не понимаете, какая игра. У него все ограничено виртуальной вот этой рамкой. И там он стреляет, бьет. А его оттуда пули не вылетают, не бьют. И вот он, а Фрося стоит на... Вот качается когда... Он Фрося просит, или как там эта палка, которая качается. А палка-то вот такая вот. И Фрося ему качнул, и он стоит. Он знает, что рамка дальше не вылетает. Она вылетает палкой и бьет его. Он не может понять, как она, палка, вылетела из экрана. Он первый предложил. У него все, все. Он первый предложил. Давай, говорит, бросать и бросил. Это не на той качеле пошел. Точно так же. Он не может понять, что реальная жизнь, она не такая, как вот игровая-то. Он полностью находится под влиянием этой демонической силы, которая опутала людей, привела к одержимости. И там тоже точно так же. Стоит, рот разъем. Ну, понятно, девчонки хорошие, красивые, то другое. Сюда машет, она качается мгновенно его по голове. Он не может понять, как она из рамки вылетела. Дома они не вылетают, ни пули, ни что. Он там стреляет, бьет. А у нас в лагере из рамки, из мониторной рамки-то, герои вылетают, палки вылетают. Это они бьют у него, видишь, какие пузыри здесь. Не играйте. Значит, по всей вероятности, тебе будет отказано приехать на следующий год. Это самое большое наказание. Да вы что, а бабушка за то, что все, на следующий год... Нет, 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 это не его лагерь. Пусть он там в других лагерях, там матерятся, там дерутся, там или что попало делают. У нас не положено. Я его много раз предупреждал. А с него, как с гуся вода, он совершенно не рожден, ему это не надо. А зачем мне это нужно, чтобы в православном лагере гадилась эта атмосфера? У нас не положено. Тебя не имеет никто права обидеть. Никто не имеет. Но и ты не имеешь права никого обидеть. Потому что ты завтра уезжаешь. На этом разговор закончен, считай, остановись. Тебя отказано. Но отказом кому, еще дается шанс. Если ты будешь ходить в церковь, и два священника за тебя походотайствуют. Что ты изменился, исповедовался, причащался. Походотайству двух священников, не бабушки, я тебя могу принять. Наш лагерь это... Ну, не такой лагерь, где можно все делать. Так, кто-то что-то им можешь сказать? Ну, давай сюда, выходи, говори. Что хочешь сказать? На то, что я вынес тебе такое решение. Ну, хочешь, я приветствую тебя. Но я тебе сказал, вот так. Пока исправления нет, детей обижаешь, сквернословишь. Но выход есть. Ходить с бабушкой в церковь, познакомиться со священниками и получить характеристику. Я тогда поверю. На следующий год можешь приехать. Только тогда. Так, еще что? Так, опять Нестор сквернословил. Слышали? Кто-то слышал это. Кто? Я не помню. Так ли это было? Не помню. Зараза какая. Представь, такой вот маленький пацаненок. Это ваша улица. Она поглотила вас полностью. Зачем ты ругаешься? Ты в верующей семье живешь. Зачем ты сквернословишь? Ну, я тебя уже не знаю, как просил, умолял тебя. И никакого толку нет. Ну, зачем ты это делаешь? Ну, чтобы не повторяли. Что? Что не повторяли. Что повторяли? Чтобы не потерялись. Он до какого числа будет здесь? До второго. До тридцать первого, наверное, до молочников. Тебе в лагере не нравится здесь? Нравится. Так нравится, надо ей устав соблюдать. Тебе нравится, а нам вот не нравится, когда створнословит. Не нравится, и все. Значит, тебя многократно предупреждали. А двух священников ты не можешь привезти, потому что ходишь в ту церковь, где один священник всего. От него характеристика будет, вернешься в лагерь, больше не приедешь. Иди. Нам это не надо. Будешь дома сидеть? Кроликам траву рвать там, еще что? Так, слушайте внимательно, когда играете. У вас еще время есть? Пошел играть. У вас, ребята, да играйте матч. Футболисты, пошел, бегайте, идите. Еще успеете. Так, моя кошка, посмотри, какая. Да она беленькая, пришла. Да моя беленькая, хорошая кошечка полослета. Сережа, пойдемте дайте. Да не все время. Да у меня, наверное, все. Ну-ка, у вас еще на камеру. Ну ладно. Хлопчики, бегите, играйте еще. Поиграйте. Поиграйте за нас, пожалуйста. Бегите, победите деревенских, сумеете победить. А как мы, они бухают. А у вас больше должно быть в команде 8, а их 2. Ну, понятно, все. У нас мы играть-то не умеем, а ни фона ни здорово. Я знаю, ну больше нет никого больших. Наши ребята большие-то уехали с Тобольска. Ну, хотя бы Сережа, хотя бы. Сидеть. Так, вот ничего, это не перевязали. Пусть не горные коробки перевязали, а сон-то нет. Давай за это перевяжу, побывай. Да, я затрую, ничего не надо. Давай. Кора. Город жига. Город жига. Здесь у нас был костер. Мы его зарыли. Сейчас только садимся как в машину, фотографируешь, и там на дорогу выедем. Николай, я поеду или ты поедешь? Ну, на дороге я посмотрю, на что ты, брат, способен. В кирзовых сапогах, на что я способен. Я в кирзачах поеду сейчас. Если вдруг чего, я могу и переобуться. Это была у нас ночная стоянка. Господь, какие осины дал. Высокие, толстые, ржавные. Машина, шкаф. Экстремальную обувь снимаю, одеваю цивилизованную. Сейчас я поеду на машине. Как будто ничего под машиной нет сегодня. Все. Чистые носочки. Его, где-то жила, кипила. Вот ее затрвет и туда садимся. Сергей ушел с собакой. Он ушел туда. А, где это? Ну, что это? Ну, что, ты поедешь? Я поеду. Ты поедешь? Ну, Николай сказал. Что, за рулем, да? Да. Сейчас он посмотрит, на что я способен. Ну, а я рядом посмотрю тоже. Молодь, зайдешь? Нет, подожди. Ты договариваешься с игнотикнуть? Нет. Я вперед все. Ужасно. Переразговаривай. Переразговаривай. Николай, первые двои действия. Вот ты садишь на эту баранку к автомобилю. Прямо начинай. Замок. Вот, видишь, за все зажигание. Видать? Давай. Володя, на моем месте пока поедешь. Ты тоже меня выстрел. Кстати, а что вам какие ошибки будут делать? Ладно? Николай, что ты потерял? И вот ты еще компот открываешь. Смотри, сейчас мы поедем, чтобы он с первым не подкарался. Так, ну, чай, он открытый? Нет. Понимаешь? Так, Николай закрыт. Да, где ты? Закрыть все двери. Первым действием закрыть. Так, ключик не был, кстати. В замке зажигания каких-то был. В замке. Ты идешь. Я пошел, закрыл двери. Потому что Игнатик меня закрыл, обеда лишать. Если я... В левую сторону вот. Правда, видишь? Надо быстрее. В левую закрыть все. А, чуть-чуть. 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 Так. Теперь второй... Барк... Клопут. Посмотрел. Я не знаю, что там посмотреть. Так, давай узнаем, что смотреть. Сильнее захопнуть. Что это? Стоячки. Вот. С левой стороны. Вот. Вот. Вот какой песик. Смотри, на лапах-то у него какие надеты предохранительные. Тут все обдумано. Сегодня убрали, пошистили шерсть. Перышком выгнали. До конца, до конца. Не надо, зачем. Потом. Нужно залезть, посмотреть. Нет соплей, потеков. Вытаскивай, вытаскивай. Соплей, потеков. Так, а куда смотреть? Какую точку? Ну, везде. Вот, где могут... Ну, здесь масло. Масло откуда? Вода не капает. Вот здесь это масло может быть, да? Везде может быть сопли, жидкость, где вот видно. Ну, потеки, жидкость, масло, чуть. Сразу прям раз. Так, подожди, дай гляну. Ну, вытаскивай, вытаскивай, сейчас капать там начнет. Смотри, уровень. Его видно, вон. Нормальный уровень. А где? Да между кем и кема должно быть? Вот между вот этой и вот этой. Ну, нормально, то есть уровень. Мне не объяснили, где уровень. Нормально сказали, а я не понял, как нормально. Там риски есть. Ну, ты ниже риски. Там две рисочки. И даже три. А, не тихо, она еще прижимает, что-то так дай. Нормально стоял, да? Все, закрываем. Вот так, раз, и она сама. Нет, 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 ну, да, ладно. Ну, что, конечно, все. Она сама готова. Там садишься за руль, да? Да. Да, я сдаю команду. По машинам! Да. Давай, сама сделай. Сяди, глянь. Сяди, глянь. Сяди, глянь. Сяди, глянь. Сяди, глянь. Поворотник включил. Вот наша Благовещенская машина. Не снимай, это бесполезно, Игорь, он рулёк. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Какой-то принц один ногу показывает. Став, став, став. Вот рука показалась. А что раньше времени-то? О-о-о-о-о. О-о-о-о. О-о-о-о. Вон где, запомнил. Орушаете устав. А чем? А уже 20 минут начали суету. Ну 20, а напрасно. Сударь говорит, собаку начали кое-как уснули, а ещё минут 15 можно было бы поспать. Это точно. А вы видите без высоти, без высоти. 20 минут начали. Так, посмотри. Без 20. Вот это он здорово высчитал вас. А, у вас глаз опухший. А вот это вот? Да. Сильно опухший? Да. Я почувствовал, мошка укусила. У Николая тоже опухл глаз. Тоже? Да. А это мошка. А при пуши это не означает, что нет глаза. Чего ты взял? Вот они. У вас правый, да? Правый. А у меня левый. Так вас сильнее даже. Это мошка. Она опасная. В этом деле. От неё никакого вреда нету. По пуши и всё. Я её гонял, гонял, гонял вечером, а толку нет. Всё равно она наполнила. Она наполнила. Она наполнила самая мошка. Какой парень, такой хороший. А? Мы с ним познакомимся. Я нервничаю. А чё такое? А лежишь-то почему днём? Ты спать хочешь, нет? Угу. Спать будешь? Нет. Ну давай, бай-бай. Завернуй тебя в оденялку. Нет, я нервничаю. А чё кричишь-то? Я нервничаю. Ты чё-то нервничаешь, я гляжу. Пойдём, поиграй. Нет. А ещё кричишь-то не пойму. Не обиделся. Ты меня хочешь напугать, наверное, да? Нет. Нет. Я рядом с тобой я лягу, то да. Нет. Лежа! Лежа-а-а-а-а-а-а. А чё так кричишь-то? Я тебя даже не задеваю. Просто рядом поеду. Я не обиделся. Лежа-а-а-а. Ты как хорошо лежать-то коснее. Лежа-а-а-а-а-а-а. Это тебя как-то научила кричать? Тебе так Soldier KDQ 준비 pouvait про мировку. Не обидели все! Ну я тебя не трогаю, да еще кричишь, что я не пойму, жалко подушки или что? Ну-ка откройся, посмотри. Ну я тоже закрою с тобой, мы с вами. Я хочу! Давай, пойдем, пойдем. Нет! Нет! У тебя там игрушки, вот пойдем, поиграем. Я хочу! Так и никто не должен, ты сразу пекаешь. Это что такое? Не хочу я! А почему не хочешь-то? Я бьюсь! А это ничего не значит, ты уже должен слушаться, растешь, бьешь. Ну-ка, ну-ка, кого ты бьешь? Кого, кого бьешь-то? Ну, старше у себя бьешь? Кого бьешь? Ну еще это, смотри. Еще это, я тебя не бью, а ты меня бьешь. Будешь бить, я тебя буду бить. Ты что такое? Я бьюсь! Пойдем, поиграем. Нет! Пойдем, рядышком. Нет! Пойдем. Не хочу! Ну-ну-ну, не-не-не. Пойдем, рядом игрушки. Нет! Покажи, какие у тебя игрушки есть. Пошли. Пойдем. Ну, мало что не хочешь. Драться будешь, я тоже буду драться. Пойдем рядом, поиграем, познакомим. Ты меня знаешь, как звать? Нет! А тебя Даниил звать, я узнал у бабы. Баба тебя любит, как? Смотри. Я бьюсь! Ты задохнешься так. Пойдем, поиграем. Пошли вместе. Баба, можем взять его поиграть? Конечно, можно. Можно, пошли. Баба разрешила. Пойдем, пошли. Баба разрешила тебя взять. Баба разрешила тебя взять. Баба разрешила тебя взять. У кого пинаешь? Сядь спокойно. Я говорю, сядь спокойно. Я не хвапит. Сядь спокойно. Я не хвапит. Не ори. Я не хвапит. Не ори. Нет, я не хвапит. Баба ничего не поможет. Я не хвапит. Посиди маленько. Я буду на ногу. Уйдите. Маленько, посиди. Уйдите. Еще нервничай. Успокойся. Спокойно. Я не хвапит. Я не хвапит. Баба не хвапит. Сейчас со мной. Нет, нет. Я хочу поговорить с тобой. Нет, ничего. Я не хвапит. Посиди. Поговори. Потом с вами, Владик придешь. Нет, нет. Я еще не трогаю тебя. Я не хвапит. Маленько, мало что не хочешь. Посиди. Ты мешал один там орал. Ты мешал один в ног. Маленько, баба занята. Посиди, Маленько. Маленько, баба занята. Где же дамы? Баба не отдыхает. Посиди, Маленько. Есть. 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 Маленько, Маленько. Тебя кто так ночью поступает? Мам! Мама! Нигде не больно, тебя не трогают. Маленько. Посиди, Маленько. Почему, по-твоему-то, должно быть-то? Баба занята. Мне больно в ногу. Ну что? Успокойся. Ты маленький, маленький. Тебе мне не побороть. Я сильный, а ты нет. Посиди, Маленько. Убей меня к бабе. 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 Я с этим ведром приду. Убей меня к бабе. 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 Убей меня к бабе.